Я почему-то хотел быть бомжом Не всегда, нет, нет Они меня уронили затылком от пол С тех пор я такой И я с подругами, мы подкруглыми Я с подругами, мы подкруглыми Опустим эти подробности Это самое лучшее, что может быть с нами Пепелка из банки колы Блин, а в песнях, оказывается, есть смысл Все, что со мной происходит хорошее Вот-вот и закончится Салют! Спасибо большое, что так тепло приняли подкаст на моем канале Вот уже второй выпуск И сегодня у меня в гостях Марат Сквозь Баб И перед тем, как мы покажем вам подкаст Который мы буквально вот вчера записали Мы придумали для вас интерактив В общем, представьте, что мы Являемся двумя главными героями Фильма О чем бы был этот фильм? Ну, например Может мы снимаем турецкую семейную драму Где ты мой пасынок Я твой отчим И что было дальше? Или, например, мы два напарника копа Один очень ответственный Второй очень тупорылый В общем, придумайте в двух предложениях О чем этот фильм И автора самого лучшего Или даже нескольких авторов Мы наградим денежками В следующем выпуске, получается Ну а что, а сейчас Лайк, подписка И приятного просмотра Мы снова готовимся к подкасту В приложении стерео В прошлый раз мы созванивались с подписчиками И собирали вопросы с них А в этот раз поступили Немножко по-другому Ребята, слушатели, привет Сегодня мы общаемся с Илюхой Из Дети Рэйв Которого мы попросим Рассказать нам истории про Марата Сквозь баб Ваша задача Придумать любого рода вопрос Для Марата Сквозь баб Илюх Я хочу, чтобы ты Как его близкий товарищ Рассказал что-нибудь про Марата Что мы не знаем Для того, чтобы мы завтра смогли Возбудить в нем чувство ахуя Мой русский язык просто Такого я еще не встречал Чтобы человек Был настолько Прям настолько Рассеянный Который все забывает Все теряет То есть Он постоянно Любые вещи Которые у него с собой Это может быть все, что угодно От ручки Телефона До целого портфеля Чемодана И даже То есть Полностью Человек может потерять поезд И он То есть пакеты Сумки Он поребал Однажды Чемодан С новыми шмотками Целый чемодан Новых шмоток Ребята Я напоминаю Что каждый из тех Кто нас слушает Может задать Любой вопрос Марату Сквозь баб Всем привет Привет-привет У меня есть вопрос Для Мараты Сквозь баб И для Эльдара С Ильей Итак Можете ли вы Описать свое Творчество Тремя словами И как вы думаете Как бы ваши Родственники Близкие И друзья Описали бы Ваше Творчество Теми же Тремя Словами Замечательный вопрос Переходите по ссылке В описании Скачивайте приложение Стерео Подписывайтесь на меня Там И обязательно Послушайте Как мы с Илюхой Ответили на этот вопрос И еще Некоторые Внутрики Про Марата Марат Да-да Ну во-первых Я тебя поздравляю Со всем тем Что сейчас с тобой происходит От души Мы все давно Этого ждали А ты даже Не представляешь Насколько Я твой Давний фанат То есть Это не сграбим Пятерочку Началось Как я тебе говорил Серьезно? Наскарманного Казаха Да У меня даже Есть доказательства Пришлось конечно Потанцевать с бубном Для того Чтобы достать Мой старый телефон Ой Вот Это Соня Эриксенка 750i Тут конечно же Закачаны Все твои рингтоны Так Но Но Это не все Сейчас Естественно Тут есть Все твои рингтоны Маратик выпустил Альбом рингтонов Это гениально Вообще На 2020 год Тут есть все Он включен Я думал Ты пошутил Бля Бля Бери трубку Пес Когда набирает Пост Но это не все Я настолько Твой давний фанат Что на этом телефоне Закачан Клип Миши Лаваши Бля Покажи Покажи Я хочу на это посмотреть Я хочу этот телефон Просто подержать В руках Марат Это не просто телефон Это наш Тебе подарок От нашего подкаста Блядь С твоими рингтонами И первым клипом Чуваки Это не шутка Чего Чего Это Чего Чего Я этого даже не помню Чего Чего Я очень давно За тобой наблюдаю Чего Чего Не Иросети Проснулись Я не знаю Что Это Такое Это Еще Королев А будут еще локации здесь? В этом остросюжетном клипе? Нет, я задавался таким же вопросом. Просто снял клип на кровати. Ты расскажешь, как это получилось? Я говорю, я очень давно за тобой наблюдаю. Вот и все. Ты думаешь, что мы готовились к подкасту, рыли на тебя что-то. Ни в коем случае мы вообще не такие. Я мечтал на самом деле о таком телефоне. Это был самый, наверное, топовый Sony Ericsson. Но у меня его не было. У меня был W810. У тебя был Sony Ericsson? У меня был. Какой? Я не помню, ну простой какой-то. А какой у тебя вообще был первый телефон? Короче, первый телефон я купил себе сам. Мне подарили денег на день рождения. Я очень долго копил. И, короче, купил себе Sony Ericsson CX65. Ни у кого такого телефона не было, потому что он был очень непопулярная модель. У него была камера, но у него был очень хуёвый экран. То есть там были пиксели больше, чем у всех, раза в три. И там было встроенной памяти 15 мегабайт. И я, короче, когда его купил, я случайно удалил игру. Я проклинал себя целый год за то, что я ее удалил, короче. Чтобы ты понимал, мы, короче, через Bluetooth перекидывали сюда треки. Знаешь, как они перекидываются? Килобайтами. Килобайтами. Вообще кто-то помнит такое? Короче, мой первый телефон был Siemens A52. Чуваки, здесь заставка рингтоны. Ну, чувак, это в самое сердце, ты понимаешь? Я просто не могу от него оторваться. Мне очень приятно. Ну, давай, давай, попозже позалипаешь. Это чудеснейшая вещь. Это, посмотри, как органично смотрится на Марате всякая такая дичь. Сори, его тоже в авиарежим. Да. Ну, 10-15 миллионов, Баста нормальный мужик. Отсылочки опять к началу нашего диалога. Короче, мой первый телефон был Siemens A52. И у меня есть история, связанная с рингтонами. Был такой мобильный оператор, если кто-то помнит, джинсы. Это ответвление от МТС. СМС по одной копейке. Да, да, это было просто вау. И я обожал всякие журналы типа ЕС Звезды, ЕС Фабрика Звезд. Ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И однажды я решил загрузить себе какую-то мелодию из Фабрики Звезд. За денежки, там, 150 рублей это стоило, кажется. Я загружаю, слушаю эту миди-мелодию, мне очень нравится. Проверяю баланс, а с меня не списали деньги. Я думаю, вау, круто. Круто, я сломал. Я продолжаю. Я качаю картинку, черно-белую картинку. С меня снова не списывают деньги. И тут я пошел в разнос. Я просто скачивал миди-мелодии, каждый из которых по 150 рублей. А я напомню, какой это год давнишний был. Это был 2004, 2005. Типа того, да. И я, как сказать, не из богатой, я из бедной семьи, скорее. И я сижу просто, скачал, послушал, удалил, скачал, послушал, удалил. Я так два дня просидел. Это было, это были лучшие два дня. Просто в казино зашел, да? Типа, да. С меня не списывают деньги. Абсолютно. Вообще, это же просто шикарно. Я качаю картинки уже с голыми сиськами, смотрю. Моя фантазия докручивает все. Круто. В какой-то момент, я думаю, сейчас еще вот это, на третий день я просыпаюсь, сейчас еще вот это скачаю. Качаю, не качается. Отправляю смс на этот проклятый 4242. 4242. Не отправляюсь, я думаю, что за херня? Я звоню, чтобы узнать баланс. А тогда нужно было звонить. На вашем счете минус 600 с чем-то долларов. Я такой просто вытаскиваю сим-карту, ломаю и выкидываю в окно, потому что я думаю, что так, наверное, долг погасятся точно. Да, ее мы пришли же искать обязательно, сим-карту. Польший пресс. И сижу такой, ничего не произошло. Ничего не произошло, все нормально. Проходит время. Я уже об этом, типа, успел забыть, как заходит папа домой с письмами из почтового ящика и такой, Ильдар, это вот, блядь, что такое вообще? А мне должны были купить компьютер, который стоил столько примерно на тот момент. Я мечтал о компьютере. Я делал видео, я делал приколюхи всякие, но у друзей дома, типа, как-то с горем пополам. И тут мне должны купить комп. Приходит батя, говорит, ты чего, дурак, блядь? Что это такое? И он идет в суд и гасит этот долг, и я остаюсь без компа еще на год, потому что это большие деньги на тот момент. Но самое забавное в этой ситуации, то оно полностью характеризует и описывает меня как человека до сих пор. У меня в этом письме, помимо вот этого гигантского долга, было еще два моих предыдущих маленьких по 20 баксов. То есть меня вообще жизнь ничему не учит, блядь. Типа я, это было так страшно первые несколько дней, а потом долго испарился. Но вот так вот, блядь, я остался без компа. Слушай, я вообще читал про эту индустрию. Во-первых, да, и ты пойми, что таких, как ты, были просто сотни тысяч людей. И индустрия рингтонов в те годы, это совершенно не то, что сейчас. Сейчас, возможно, даже стриминг близко не стоит к тому, что какие бабки они поднимали. Я вот недавно читал статью, что Сергей Шнуров за рингтон-мобильник, который в бумере был, заработал за год миллион долларов за рингтон. Ты представляешь, что это? Просто сейчас все зарабатывают все, но по чуть-чуть. А тогда зарабатывали единицы, но когда они гребли, они гребли просто лопатами. И эта же реклама была абсолютно везде. Вот сзади тетрадок, по телеку, постоянно все. Ладно журналы и телек, сзади тетрадок. Да, вот это пиздец. У меня подруга, она, короче, тоже нашла вот эти номера и слушала анекдоты Comedy Club на тысячу баксов, короче. А это вы ж короле. Я тоже звонил по этому номеру, чтобы мне рассказали анекдот Comedy Club. Это подкасты 2004 года. Вы чуть-чуть, я очень дорого. Когда хочешь какого-нибудь друга себе. И ну вы просто... Вот сейчас кто-нибудь может это себе представить. Просто в то время настолько была цифровая неграмотность развита, что это сейчас просто даже умом не понять, как можно было на все это повестись. Хотя в то же время, вот представляешь, через 10 лет люди такие, блядь, кто-то играл в казино. Ты представляешь? Они реально верили, что они выиграют. Поэтому, я думаю, у каждого десятилетия своя форма наебки, которая работает только сейчас. Остается догадываться, что будет 20-30. И я недавно смотрел выпуск с НТВ. В общем, там он прям назывался «Мобилы». Короче, «Мобилы» в 90-х. Как они вообще просто появились в России? И что это значило для людей? Во-первых, они стоили тогда по десятке тысяч долларов. Вот, они были невероятного размера. И чем больше у тебя мобила, тем ты круче. И еще продавались муляжи. А знаете, еще за... Муляжи для фотографий? Муляжи для фотографий, да. Это как цветы, да. Это как цветы в аренду. Как пакеты ЦУМа, бля. Как пакеты ЦУМа. Мы покупали пакеты ЦУМа за очень дорого для клипа «Злой мулой» типа. Короче, были муляжи телефонов. И знаешь, что было круто? Как люди перед друг другом выебывались. Уже, ну, перед теми, у кого есть мобила. Связь была очень дорогая. Она несколько тысяч долларов могла стоить в месяц. И еще, чтобы тебя просто подключили и дали тебе номер, это нужно было еще заплатить, еще дороже. Короче, все это было для супермажоров, короче. И чем дольше ты разговариваешь по телефону о всякой хуйне, ну, то есть, как будто у тебя есть бабки, и ты можешь тратить это. А что там череп? А что там Леха? Ну, рынки как? Ну, Машки как дела? И вот это был твой... Твой кредабилити, короче, поднимал. Street кредабилити. Поэтому вот просто вспомнил и рассказал. Если бы Дава и Киркоров жили в то время, они бы делали не роли на руке, подкаст по телефону. Они бы написали песню о том, что раз я пишу, сколько хочу. Мне кажется, у нас из каждого подкаста будет передикать Дава с Киркоровом, так или иначе. Как тебе пришла идея в голову сделать альбом рингтонов? Сейчас расскажу. Кстати, знаешь, почему еще гудки так много зарабатывают. Вот у меня один трек мы Рахат Лукум выпускали на другом лейбле у Sony, и они каким-то образом, видимо, договорились, либо с ними связались МТС, и они, короче, МТС само рассылает сообщения просто левым людям, типа, поставь себе Рахат Лукум. И чуваки просто нажимают и ставят его. И то есть все дошло до того, что друг моего бати, в общем, его сын, ему 40 лет, и он такой подходит ко мне и говорит, иди сюда, иди сюда. Смотри, я, короче, звоню своему поставщику, я занимаюсь овощами, короче, у него овощебаза. Смотри, смотри, какой там у него рингтон. Он включает там Рахат Лукум, говорит, прикинь. А он знает, что это ты. А он знает, что это я, да. А вот тот чел, который на овощебазе работает, который просто мужик-бизнесмен, и у него стоит Рахат Лукум на гудке. Как это вообще могло все срастись? Это, поэтому, это интересно. Согласен? Да, это круто. Как появился альбом рингтонов? Ну, в общем-то, в продолжении нашего разговора, смотри, у этого альбома есть несколько главных задач. Значит, первое, это вызвать ностальгию. Второе, это сейчас такое время, финтэссенция быстротечности. Все куда-то спешат, все надо побыстрее. Давай треки раньше шли 5 минут, 6, сейчас давай 4, ты еще дурак, зачем эта аудиокнига кому-то нужна? Давай, короче, будет минута 50. И так все сокращается, сокращается, сокращается. И я сначала думал сделать треки по минуте, а потом думаю, а что если это все возвести в абсолют и сделать вообще на 30 секунд? И этот альбом родился тогда, когда мы писали body language. И мы с Саньком, с The First Station, оставались на студии, когда вот все уже, все устали просто в мясо. И у меня давно была идея сделать альбом рингтонов. Просто по приколу, типа. Мы даже не думали, что их разрешат залить на площадке. И мы каждый раз после сессии оставались, у нас была задача сделать как можно быстрее, сделать какой-нибудь, как можно больше рингтонов, собственно. И вот в первый день мы сделали золото. Там было Батя звонит, Ауф в первый день родился, и братва на связи, короче. И они должны были существовать только в формате 20-15 секундных отрезков. И все это мы писали. И потом, спустя какое-то время, я думаю, дай я закину. Я думаю, мы его выпустим перед альбомом, допустим. Ну, я не помню, короче, как. В общем, мы решили закинуть небольшой отрезок в Инстаграм. И получили такой фидбэк. Ауф, ты имеешь в виду? Выложили Ауф, да. Получили фидбэк. Кстати, выпустили мы его спустя 4 месяца только. И все это так по нарастающей. Пошло, 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 что люди все просят этот трек и не дают мне жить. Я выпустил только что альбом, а от меня требует уже Ауф, короче. Так что я даже не хотел иногда заходить в Инстаграм, потому что было слишком много запросов по этому поводу. И в какой-то момент я понимаю, что если мы выпустим 30-секундную версию... Вас сожрут с говном. Меня сожрут с говном просто, да. И знаешь, ну вот как это обычно бывает с релизами, они все откладываются, откладываются, откладываются. Фу, поверь мне, да. И мы такие, ну давай попробуем сделать полную версию. И мы, значит, сначала пишем второй куплет. Это тот, который с прямой бочкой, с этой ерундой. И мы вот так вот все садимся в круг, слушаем. И такие, ну слушай, ну это либо полная хуйня, либо вроде прикольно. Здесь как бы непонятно, ничего, никакого среднего нет мнения. И мы такие, ну давай добавим туда немножко пацанского рэпа. И мы, в общем, туда добавили первый куплет. Он раньше был вторым. Ну короче, ладно. В общем, так получился трек. И мы, собственно, сделали, решили сделать такую концепцию, что мы треки с альбома по запросу слушателей можем доделать до конца. То есть там есть кит правила, если ты слушал. Я там, привет, я знаю, что ты злишься на меня, что все треки идут по 30 секунд. Ну понимаешь, такое время сейчас. И ты можешь записать мне видеообращение сквозь баб заебал или там проголосовать в ТикТоке, в баннере за трек, который мы выпустим. Ну и, собственно, третья функция его это разъебать ТикТок в очередной раз. Пока непонятно, что там будет, но я думаю, инфлюенсеры подтянутся на наши товарищи. Товарищи инфлюенсеры. Товарищи, да. Да, снимем, я сниму с тобой какой-нибудь ТикТок. Я думаю, что мы будем в говно под конец подкаста. Так точно. Наконец-то у меня пьющий гость. Короче, большой привет тебе от Саши Телекса, который в 2013 году сделал видос «Рингтон для пацана». Да, это я вам слышал. Да, и сделал интерактивный видос, где говорил «Голосуйте за те треки, которые нужно добить до конца». Таким образом появились «Хуй мусорам», «Бессмертный хит» от «Как 47» Поганой Ильича и «Бутылка Жигуля» от «Успешной группы». Ну, отличная же форма. вообще просто. Но, если вопрос о том, пиздил ли я у Саши Телекса? Нет, наверное. Наверное, нет. Это абсолютно нормально. Блядь, придумать рингтон? Вот это да. Вот, поэтому Саша Телекса вообще кучу всего интересного делает, что мы не замечаем сейчас. Ну, мы сегодня говорили про это, что у него бешеная популярность, просто вообще в другом сегменте. Абсолютно. Да, да, да. Другой возраст людей. И он красавчик. У него начался абсолютно новый путь. Абсолютно новый путь. Я хочу позвать его и поговорить об этом, потому что я кринжую часто с того, что он делает. Это мой лучший друг с первого класса. И когда я захожу к нему в ТикТок, там, «О, сейчас я разыграю подругу!» И он говорит, «А, это ты пел хуй мусорам? Вот это, вот ты был?» Это очень интересно. Да. За днем ауфа! Наполняем бокалы. У нас дорогая передача, мы тут Хеннесси иксов пьем. Можно колу. Ты охуел? Ты охуел? Это коньяк за 13 тысяч рублей, ты будешь мешать его с колой? Это коньяк за 13 тысяч рублей? Просто кошмар. Где вы? Вот, ну, ребята, если вы встретите Жору на улице, побрейте его на лосо. Если встретите меня на улице, подлейте мне колы в мою Хеннесси иксов. Вчера мы созванивались с Илюхой и с Дети Рэйв, с твоим близким товарищем в приложении Стерио. Это был прямой эфир. К нам присоединялись наши слушатели, дополняли наш небольшой подкаст. И Илюха рассказал нам про тебя очень забавные подробности. Ты же самый рассеянный человек в мире, насколько я понимаю. И у тебя есть охуительнейшие истории по этому поводу. И я знаю, что не одна. Расскажи нам, пожалуйста. Ну, я думаю, самое близкое тебе это когда мы, когда я участвовал в твоем клипе Собака писала. И мы вот с твоей командой договаривались насчет времени. Мне сказали, пять часов. Я такой, а, шесть часов. Ну, охуенно, я как раз высплюсь, типа. Вот. А тайминг мне пришел в голосовухе сначала. Вот. Я такой, хорошо. И я себе спокойненько сплю. Пока утром я не просыпаюсь. Просто в дверь. Я открываю, там стоит Олег Ширяков. Такой, да, блядь, сколько можно звонить тебе? На съемки там. Погнали. Я такой, чувак, ты что, ебанулся? Шесть утра. А, семь утра. Или восемь часов уже было. Мы тебя, два часа не можем найти. Я говорю, а, шесть утра нужно было приехать? Я такой, извиняюсь. Кажется, я понял. Ну, здесь, я считаю, суд бы меня оправдал. Ну, да. Вот. А вообще, ну, я думаю, что Илюха тебе, скорее всего, самую пиздату рассказал. Расскажи, что он тебе рассказал. Я ее могу... Ну, про то, как ты просто можешь потерять все вещи в один день. В разных местах. Один раз мы ходили на фотосессию. Я приезжаю домой. У меня там куча вещей. Там, три пары кроссовок, там, какие-то куртки, рубашки, короче. Вот, захожу домой. На следующий день, а, или через три дня мы выпускаем альбом, вот как раз Body Language. И мы сидим, а у меня там было шампанское в этом, в чемодане. И я такой, ну, чё? 0,030? Открываем шампанское? Ну, давай, говорит, доставай. Я иду, ищу сумка огромная, вот такая вот, короче. Нет сумки. Я такой, блядь, как так? Я вышел из такси с ней, я зашел в подъезд, открыл дверь и оставил сумку в подъезде, короче, просто огромную сумку, а потому что я очень устал. И как бы я открыл дверь себе и просто зашел домой. Это вот чисто мой стайлак, как бы забыть все, что только можно. Я уже, я раньше, знаешь, вот когда я последний раз приехал в аэропорт, и мы ехали в Казань на съемки шоу, шоу-трип, и меня там ждут чуваки, там все камера, там все дохуяли народу, короче, заряжено. Я приезжаю в аэропорт, говорю, ну давай паспорт, типа будем регистрироваться. А паспорт надо было, да? И паспорта нет просто собой. Ну ты представляешь, это же ну вообще, ну пиздец. Бро, я тебя чувствую, я тоже проемал паспорт. Я себя чувствовал таким дерьмом, когда ехал в такси обратно. Вот чувак, у меня просто весь мир порушился, я просто не хотел жить дальше, понимаешь? Потому что я понимаю, что я когда-нибудь забуду человека где-нибудь, ты понимаешь? Не заводи детей, пожалуйста. И мне пришлось доехать на другом, на другом самолете. И вообще с тех пор я перестал расстраиваться по поводу того, что я потеряю, потерял что-то или у меня это исчезло каким-то чудесным образом. Я решаю, что если оно ушло, значит оно мне не нужно. Мне кажется, что ты даже девство случайно потерял. Почти, почти. Короче, Витя Сибриен, ты знаешь его? Да. Мы турили, когда Витя стал нашим внутриковым мемом, потому что он всегда все забывал, но понарастающий. То есть начиналось это всегда с того, а Витя же он саунд-продюсер, он вообще не вылазит из комнаты. А тут тур, там 24 города, просто вот постоянный движ. Просто везешь кучу вещей, потом такой маленький пакет. Потом тебя нет, уже просто исчез. Началось все безобидно, с простого бля, где Айкос, где Айкос, где Айкос, Витя, вот, а, да, вот Айкос. Там зарядку забыл, еще что-то. Мы как-то выходим из поезда, кажется, в Саратове, и Витя понимает, что оставил в поезде телефон. Ой, я такую историю вспомнил. Телефон вернули, как бы, но уже в следующем городе, в котором мы были, мы там позвонили в РЖД, то си-бо си-то троливали, дали там денежек, благодарности, ему вернули телефон. Однажды, когда мы выезжали из одного города в другой, на Микрике, мы уже все сели, все собрались, автобус начинает уезжать, и Витя такой, стойте, стойте, стойте. Он Айкос забыл. Чемодан забыл! Чемодан, блядь! Мне казалось, кто вообще может в здравом уме проебать чемодан? Он перед тобой, чувак. Вам надо поработать. Но это не, это самый, самая вообще жесткая история. Город Самара. Угу. А Витя со своего ноутбука ставил треки на разогрев, как бы, и уходил. Мы сидим, готовимся, распиваемся, вся хуйня, и вот концерт должен начаться, мы отбиваем пятюню. Витя, давай, вперед! Витя идет к своему ноутбуку для того, чтобы включать сейчас нашу программу, подходит, нажимает на кнопку, ноутбук садится. Витя забегает в гримерку и такой, начинает суетиться, мы уже такие, так. Мы, кажется, знаем, к чему это обычно ведет, ничего хорошего. Что такое? Да сейчас, сейчас, зарядку от ноутбука найду. Сейчас. Блядь. Ребята, у вас есть какой-нибудь Type-C? Type-C есть? У меня только такой слабый отель, блядь. И тут, короче, нужно ехать до отеля, блядь, для того, чтобы взять зарядку для макбука, а это 40 минут времени туда-обратно. И пока Витя с концертником или концертник просто мчит в отель, мы думаем, что делать? В зале даже разогрева нет, не с чего ставить, там нет аукса под телефон, ничего, то есть, типа там... Даже водитель не протягивает. Водитель не протягивает ничего. А, у него аукса ни у кого, кажется, нет. Или что-то такое, никак ничего не сделать. Мы в панике, люди в ахуе. То есть, вот концерт начинался и тишина. Тишина. И Влад... Мне кажется, должна была выйти женщина и начать русско-народную какую-нибудь, которую все должны выдержать. Ой-ой-ой. Извините, за это менять урок. И наш барабанщик Влад, Влад, привет, ты герой. Говорит, реально, я пойду разогрею людей. Одно дело, когда ты весь концерт играешь на ударке. Другое дело, когда ты один на ударке. Недостаточно просто что-то наигрывать, он начинает стараться, как в фильме Драмлайн, просто... Через 7 минут он возвращается мокрый, весь... Ребят, кто еще что-нибудь умеет? Это был пиздец. Люди были в шоке вообще. И мы... Ну, и вот так вот Витя стал нашим мемасом, который вообще все всегда забывает. Сколько ты мог забыть, потерять или забыть вещей за один день? У тебя есть рекорд? Да. Аж слеза потекла. Подожди. Что же это было? Короче, я... У меня был... У меня была сумка. Да. Ну, такая достаточно большая, спортивная. И отдельный пакет с этими... С толстовками я вез ребятам. И вот я приехал в Санкт-Петербург к Илюхе на его концерт там, по-моему. И вот я выхожу из поезда, вот, встречаю в Санкт-Петербурге. Вообще какой-то этот ваш ладожский вокзал, который я ненавижу просто. Ой, что-то сложно. Вот, выхожу, короче, вызвал такси, стою, жду. Ну, блядь, что-то как-то легко. А у меня ничего нет. Я такой... Я забыл просто все сумки. Прикинь, просто забыл в поезде. А это был поезд не тот, который останавливается в Санкт-Петербурге, а который дальше хуярит, короче. Ой, да. Причем, по-моему, в Европу. И куда-то туда. И я это... Я такой, блядь, что делать? Походу, надо работать с мусорами. Иду, короче, это... А это, здрасте, я тут потерял... А мне так стыдно за себя. Я иду, говорит, иди... Такой, блядь, мусорнулся. Идите, иди, говорит, в этот... Ну, в милицию, собственно, пункт милиции. Я говорю, здрасте, я там это... Забыл сумки, короче. Он говорит, хорошо, какой поезд? 211-й. Слушайте, ну, он уехал. Я такой, бля... А, нет, погодите. Вот он на путях стоит. И я, значит, бегу, бегу быстро на пути. Нет поезда. Уехал, типа. Я такой, жестко. Возвращаюсь обратно, говорю, а что, куда он уехал-то? Он говорит, да нет, он еще стоит, я по камерам вижу. Я потерял еще и поезд. Не туда, не на тот путь. Не на тот путь. А, нет, я на тот путь вышел, только он чуть подальше стоял сзади. То есть там... Короче, это был... Текстуры не прогрузились. Это был такой дерьмовый день. Потом в этот же день я, короче, потерял телефон, который мне вот только что подарили. И... И я три дня из-за этого ходил... Не грустный, а разочарованный в себе я ходил. Ну, ты помнишь, наверное. И потом, на третий день я его нашел, он просто под пакетом лежал. В углу комнаты. И я что-то еще потерял в этот день. Короче, ну, еще и Айкос, наверное, да. Вот так вот. Мне кажется, ему на каждую вещь, которая вообще у тебя есть, тебе надо жучки поставить. Да, да, я думаю на Алиэкспресс. Ребят, мы хотели конкурс. Ладно, шучу. Ну, короче, если кто-то знает такие жучки, которых можно в большом количестве купить на все вещи, которые не теряются, не садится батарейка, пожалуйста, сюда. Мне это нужно, как никому. А ты собранный человек? Я рассеянный очень. У меня гиперактивность. Но я стараюсь еще быть ответственным одновременно. Вот так вот. Это очень... А, если я что-то подвожу, то я подвожу обычно себя только. Исключительно. Это очень, знаешь, это иронично звучит. Я рассеянный, но собранный. Слушай, я супер гиперактивный, у меня голова работает непонятно как, кто-то щелкает каналы у меня в башке просто, типа, и они переключаются. Я могу на полпути забросить что-то, типа. Ну, то есть, у меня была недавно девчонка, очень наблюдательная в гостях, останавливалась на пару дней, и она прям обратила внимание на то, как открываю холодильник, достаю баночку, открываю ее, оп, и пошел что-то другое делать. Там что-то сделал, оп, туда, потом, ой, блядь, банк уже открыл, надо поедать. Я думаю, если посмотреть твою историю браузера, это очень смешно, потому что, ну, ты постоянно переключаешься на разные вещи, у меня так часто бывает, я тоже начинаю одно что-то делать, хоп, я уже смотрю псов, а здесь я программирую что-нибудь там. Ой, это классический, это классический серч в интернете, когда ты начинаешь смотреть на ютубе что-то полезное, а к 4 утра ты дегенерат полнейший, который смотрит на резку мемасов, а ты умным. Как сделать петарду из микрофона и скотча? А что это такое? Вот, ну, я, короче, думал о том, что я не рассеянный, до тех пор, пока два дня подряд у пацанов, то, портфель забудут, то еще что-то, как бы, то есть у меня нет проблем с потерей вещей особо, ну, конечно, случайно. Ну, но в то же время ты очень многозадачный, потому что, ну, ты реально один из самых юрких людей, которых я знаю, которые делают реально просто огромный спектр всего, может, секреты какие-то, ну, три пункта хотя бы. Ну, смотри, я к гиперактивности, к рассеянности, можно так сказать, и невозможности сфокусироваться, можно относиться по-разному, можно говорить, что это моя большая проблема, из-за этого я не могу за что-то взяться, можно сделать, как я, просто направить это в кучу разных деятельностей, которые тебе интересны, ну, и поэтому я и там, и там, и там, и там, но в этом есть естественные минусы, ты как бы все делаешь, но все делаешь, ну, не до конца, да, ну, на самом деле, да, я понял, полурэпер, полублогер, получеловек даже, ебаная жизнь, полупринц, полукровка, полупокер, слушай, знаешь что, ну, мало кто знает, мы с Маратом, недавно, короче, дело было как, мы встречались для того, чтобы снять пришот клипа, собака писала, пришот это, когда ты пристреливаешься, и понимаешь, как примерно, что снимать, снимаешь просто на телефон, да, просто на телефон, все очень глупо, по-дурацки выглядит, просто, чтобы понимать, что да куда как, в какие стороны, чтобы отсмотреть свой сценарий, я подхожу к Марату, говорю, блин, я так что-то заебался, может быть, поедем завтра в Турцию, и он такой, о, поехали, и мы приехали, я не сразу согласился, я попросил 30 секунд подумать, я 30 секунд подумал, и что же ты ответил, сказал, поехали, и мы купили билеты, мы поехали после этого домой к тебе, в тот же вечер купили билеты, и в 8 утра выехали в Турцию, мы летели на Победе, а покупали билеты мы где, да, кстати там, вот, и значит, на всякий случай, да? А, нет, мы покупали билеты на Альфа Майлз, я куплю мили, и давай на всякий случай, а покупали билеты мы на Авиасейлз, на поиски дешевых авиабилетов, помнишь? на всякий случай, и мы купили, и мы купили самые дешевые билеты на Победу, с пересадкой, в 24 часа, в городе Даламан, мы такие, о, круто, Даламан, а там еще, Эгейский район, мы такие, Эльдар, нам подходит, то, и значит, гуглим, что такое Даламан, там 20 тысяч населения, 30, 30 тысяч населения, и мы такие, ну, наверное, это будет интересно, да, провести сутки, где-то еще. Мы сняли какой-то отель, даже не отель, а комплекс на Шибе, на ферме, на ферме с, ну, там виллы были, много вилл, вилловый комплекс, очень при этом дешевый, типа, тысяча три, четыре рублей, и там охуенно было, очень здорово, мы сняли на ферме, сидим вдвоем, там вообще никого нет, абсолютно, только персонал, два человека, которые не на английском, а на русском. Это огромное просто. И тут мы сидим, обсуждаем, что нам завтра делать, просто чилим, отдыхаем, обсуждаем, там, совместные песенки, как вдруг, сзади, появляется Саша Шапик, вообще, ну, то есть, блогер из Украины, на ебаной ферме, с остальными петухами, такими, как мы, козлами, и другие, и бычарами, появляется, и мы просто, в шоке, то есть, кого угодно, как будто можно. А я вообще его не знал, я думал, что Эльдар сошел с ума, мы просто сидим, с вами разговариваем, что? Это ты? Я такой, думаю, ну, он, не знаю, троллит, может, меня, не может быть, здесь человек. Это даже в теории не могло произойти, что где-то в Турции, в каком-то забытом городе, в который мы случайно попали. На ферме, блядь. На ферме, да, попался какой-то знакомый его человек. Мы не знакомы были, мы заочно знакомы. Ну, да. И вот, и он приходит, мы, значит, садимся за стол, вот, пьем коньяк, и он говорит, пацаны, а вы вообще в курсе, что вы сейчас в мировом центре параглайдинга? Мы такие, нихуя, а что это? И, короче, и, а у нас на следующее утро в 9 утра самолет. Мы забиваем на этот самолет, покупаем другие билеты, и, короче, мы садимся в маршрутку, а, кстати, в Турции тебя все хотят наебать, про это нельзя забывать. Вот. И, а параглайдинг, собственно, вы, наверное, задаетесь там вопросом. Это такая штука, что-то типа парашюта, ты такой в рюкзаке с мужиком, с турком обычно каким-нибудь, вот, сбегаешь просто со скалы и вылетите. Это как карманный казак, только рюкзачные туры. Только карманный казак, это ты, да. В общем, незабываемые впечатления, и это действительно красиво. Короче, мы реально провели охренительные несколько дней в Турции, похавали разного вот контраста, который можно было похавать, и накануне до нашего вылета моя хорошая подруга Лиза Адаменко, которая была нашим гидом. Да, Лиза вообще топчик, без нее я не знаю, что мы бы делали. Она снималась в холостяке, кстати, да? Да, она до финала дошла. Вот, Лиза, большая любовь, целую, обнимаю. И она, она уже уехала, типа, в другой город, и послала на нас. Знаешь, как это было? Да, расскажи. Она говорит, у меня, в общем, есть, ну, не то, что подруга, есть просто девчонка, которая говорит по-русски. Я познакомилась с ней вчера. Да, познакомилась с ней вчера, и она зовет вас на тусовку. А мы сидим в 12 часов ночи в каком-то баре, в центре, а там очень, очень большой город. Он, по-моему, в два раза больше, чем Москва, если я не ошибаюсь. Огромный, да. Вот. И где-то на другом конце, говорит, вас зовут на тусовку, там, где приехали все крутые чуваки со всего мира, всякие там модели, бизнесмены и так далее. Чел, который тусит с Дрейком, это все организовал, с Калидом. Смотрели, да, его инстаграм, у него там какие-то футболисты, там, вот эти всякие известные люди. Мы такие сидим, а у нас в 8 часов утра у нас самолет, правильно был? Вот. И мы такие подумали, что, наверное, стоит, ради истории, посмотреть, как это все выглядело. Твое вступление. Ну, мы садимся в тачку и едем до этого места. Нас встречает эта девчонка, модель, не помню, как ее зовут, к сожалению, прости, Полина. И она сразу вылетает вот так вот просто из лифта. Так, ребята, так, окей, окей, окей. она модель, вот, она в таких очках узеньких, вот, но видно, что... Ну, а зрачки нет. Мы поднимаемся, и это место, чтобы вы понимали, где мы два карлика просто. Там были все такие красивые, короче, как из турецких сериалов, реально. Все такие двухметровые, все женщины, сто, пятьдесят, сто, короче, ну, понимаешь, просто... И мы такие туда заходим просто в нижние слои атмосферы, вот так вот, где жарко. Но зато очень удобно было смотреть на сиськи, ты просто смотришь прямо. И первая, и первая сцена, которую мы видим, она выглядела так, как будто она из дерьмового сериала просто, как будто ее подстроили под нас. Одна же, одна девчонка, она такая вот как, ну, как с обложки плейбой реально, говорит другой девчонке с обложки плейбой, а, малыш, а у меня есть что-нибудь вот здесь? Да, блин, глупышка, у тебя здесь беленькая, а у меня есть что-нибудь вот здесь? И мы такие просто... А они были, они причем это по-русски сказали. Да, да, да. А все остальные, все вокруг по-английски говорят. Это первое, что мы видим. В любой тусовке такой все самые красивые модели, блядь, из России или с Украины, по-любому. И мы такие приперли холодильник, стоим с Эльдаром в углу и просто наблюдаем за этим. Причем реально все очень красивые, а мы в каких-то худи, пацаны, два рэпера приехали и звали, а ешкаролы, типа, что если такие... А? Вот мы думали, мы лохи, а мы звезды вообще-то, да? Вот. Ну, я думаю, самая яркая история этого вечера, это когда эта девчонка, которая наша проводница была второй раз, которая в лифте полина. Полина, кстати, тоже очень веселая девчонка. И передаем ей большой привет, если она смотрит. Полина, привет. Если ты еще не умерла. А, не умерла. В общем, это... И она говорит, ребят, а вы будете кей? Мы такие, нет, нет, типа, не будем. Что бы это ни значило? Ну, кей, это не кокаин, это кетамин. Не-не-не, кей, это не кок. Кок я вообще ненавижу. Кок это фу, а кей, от него вообще даже зависит. Это не наркотик? Кетамин, это, блядь, лошадиный транквилизатор. Да-да-да. А что это, да? Это лошадиный транквилизатор. От него вообще ничего нет. От него... Кей, кок это вообще кошмар. Фу, не прикоснусь. Окей, от него даже зависимости нет. Я уже полгода его каждый день употребляю. И вообще ничего, я чувствую себя счастливой. Да, и в общем, мы какое-то время сидим. У нас остается немного времени, что тут провести время. Она к нам подходит. Ребята, говорит, мне сейчас нужно на 40 минут отъехать. Поедете со мной? А ты куда? А ты куда? Мы едем варить кетамин на другую квартиру. Мы такие... Мне нужно 100 минут. Да. 100 минут, 100 минут. Это 100 минут. Подожди-ка. 40 минут она была. Короче, вот, мы говорим, а как он готовится? И сзади стоит толпа турков ее ждет. Короче, говорит, присаживайся к нам на диван. Смотри, сейчас расскажу. Ты, короче, поджигаешь газ. Поедете? Мы такие с Эльдаром переглядываемся, говорим, слушай, наверное, мы... Нам скоро ехать, у нас самолет. Что-то... Хотя, может быть, и стоило поехать. Да, по-любому. Вот сейчас жалею, что... Это же охуенный экспириенс. Ну да. Ну мы слишком многому сказали да в Турции. Наверное, здесь нормально, чтобы мы тормознули. Как-нибудь в следующий раз поедем, посмотрим, как торчево, как богатейшие люди земли варят себе транквилизатор лошадиный, блядь. Вот. А потом мы поехали домой. Да, и Марат спал везде. Ты же уснул, блядь, я тебя не мог вообще разбудить. Марат, у него есть суперспособ... У меня есть тут вопрос, какая твоя суперспособность? Я кажется знаю, Марат может заснуть где угодно и этому может позавидовать каждый из нас, потому что у нас до самолета час, я как бы хожу, занимаюсь какой-то херней, чтобы не уснуть, Марат спит. Настало время его будить. Марат! Марат! Я просто начинаю его будить, он вообще не встает. Я часто сталкиваюсь с этой проблемой. Что, не встает? Спасибо. Спасибо, что, да, объяснил, а то я боялся, что-то. Не получается, он стоит такой, а, да, да, сейчас, все, собираемся, да? Да. Просто безусловно. Полный вероятный. Сел в такси, уснул, вообще ни разу не проснулся. Мы сели в капрон, он откинулся, просто как нарек какой-то, как будто бы, как будто бы, все-таки он съездил за кей. Я могу стоя уснуть. Я вот, когда учился в универе, я стоя засыпал в метро. А ты знаешь, когда ты вот так вот засыпаешься и просто просыпаешься от того, что у тебя коленки начали подгибаться. Это самое неприятное пробуждение в мире, вот когда ты в метро просыпаешься. Когда ты вдруг очухиваешься, и ты уже на ногах. Отвратительнее, блядь, вообще ничего представить не могу. Да. Этот вопрос задаю вообще всем. Вся же жизнь состоит из простых, очевидных мыслей. Важно уметь их пропускать через себя. Мало их понимать, нужно уметь их пропустить и прочувствовать. И вопрос в следующем. Какая простая, что пиздец, мысль приходила тебе в голову, которая поменяла многие вещи в твоей жизни? Ну, типа, знаешь, из разряда мысль «Живи сейчас» или «Ты никому ничего не долгай». должен. То есть очевидная какая-то вещь, которую ты прочувствовал, такой, блядь, да, оно всегда было здесь, оно всегда было здесь, почему ты раньше этим не воспользовался? Ты ел кал? Знаешь, я вот, единственное, что, что я могу здесь прокомментировать в этом вопросе, что действительно должны быть такие люди, которые могут в какой-то момент остановиться, поговорить с тобой и сказать тебе кучу таких вещей, которых ты уже сто раз слышал, кучу простых истин. И когда они просто обозначат эти точки, в общем, это очень важно, чтобы был такой человек, который повторяет тебе то, что ты и так уже давным-давно знаешь, вот такие простые истины. Мало, мне кажется, человека, который тебе это просто скажет, ты в очередной, ну, я лично в очередной раз. А у тебя что это за вещь, кстати? Ну, я говорил об этом в прошлом подкасте, это последняя вот мысль о том, что я никому ничего не должен. А когда у меня было слишком много ответственности, и это меня, я столько на плечи свои воздвиг, что просто провалился к чертям собачьим. Вот такая мысль, и она меня прямо освободила, я говорил об этом со Славиком. Мало, короче, который тебе скажет все эти простые прописные истины, потому что я бы в очередной раз отреагировал, типа, да, 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 чего ты мне говоришь? И важно прочувствовать. Я вспомнил одну. У хороших пацанов в конце всегда все заебись. схожи ли это с концепцией кармы? Да. Я думаю, что да. Ты веришь в карму? Думаю, да. Ну, по крайней мере, я ее неосознанно придерживаюсь, как бы, стараюсь придерживаться. А как насчет того, что все, ну, большинство, наверное, тех, кто имеет все, это злодеи. Это ведь только в кино добро побеждает зло в жизни. Мне кажется, в жизни все совершенно по-другому. Но для них это не счастье просто. Не, не, это не несчастье, это не счастье. Как бы, это не их цель. То есть, это, может, как-то, эфемерно раньше казалось, что ты этого достигнешь, и все будет здорово. Но все же богатые люди говорят, счастье, это не в деньгах, на самом деле. Вообще не в этом. Поэтому им все равно этот бумеранг вернется. Я реально не понимаю, как живут, как живут и чувствуют себя мошенники. Ну, вот вообще, ну, как можно обманывать реально пенсионеров на последние бабки? Ну, может, это душновато немного сейчас звучит, но я действительно всей душой не понимаю, как можно с этим ложиться спать, этим заниматься каждый день и этим, собственно, гордиться? Я тоже, конечно, не понимаю, но если, ну, в сухом остатке же, если так подумать, добро и зло определяешь ты, сам, как и вообще, абсолютно все, что происходит в жизни. и мошенники есть разного рода. Есть же каперы условные или люди, которые для меня неприемлемо даже рекламировать букмекерские конторы. Я, конечно, иногда хотел бы это делать, потому что это очень много денег с нихуя. Я могу, действительно, у меня есть клипы, которые могут стоить по 10 мультов, а я не могу себе позволить их снять. Бренды опасаются вписываться в такие, я тебе рассказывал одну из идеи клипа два года назад, я все еще мечтаю это сделать. Это тогда должен был быть клип на трек I Kill You, сейчас уже нет. И туда впишутся, наверное, только букмекеры, которые действительно закроют мне эти 10 мультов, типа, еще сверху, может быть, или не может быть, но я не могу себе позволить, потому что я знаю, что это, ну, во-первых, почти все букмекеры это онлайн-казино, хотя есть они, типа, ну, легальные. Но я там не могу себе позволить, зная про зависимость. Но в то же время я человек, который спокойно рекламирует алкоголь, вообще без зазрения совести. Наверное, здесь момент в том, что я сам его употребляю, и выбор каждого, если бы я ставил ставки, я бы, может, тоже рекламировал ставки. Зло, здесь зло, оно, это вот шкала, опять же, да, вот для кого-то абсолютно нормально. У каждого зла есть причина. За каждым злом стоит, типа, благодетель какая-то, то есть, кто-то там обманывает бабулек для того, чтобы прокормить семью, да, спасти свою бабулю. Кто-то, терроризм, за терроризмом, там же, как правило, стоят, типа, благие цели, благие намерения. Ну, конечно же, нет, но в целом, те, кто этим занимается, те, кто взрывается, они искренне считают, что нужно избавить там мир от грязи. Можно бросить кое-что. Давай, Георгий. Короче, король Георгий, короче, относительно хорошего или плохого, вот то, о чем вы сейчас говорите, оно как будто частично описано в Библии, и это вот, кстати, к вопросу, ну, не в Библии, а вообще вот в этих всех религиозных текстах, 10 заповедей, вся вот эта история, я в какой-то момент переосмыслил эти 10 заповедей с той точки зрения, что я очень долго думал, как и все, наверное, кому рассказывали в детстве там про Бога, про всякую такую штуку, что реально накажет Бог, что реально, ну, типа, ты украдешь, помрешь, и вот тебе дадут пиздов. Но на самом деле, вот для меня самым большим откровением стало то, что совмещение нескольких теорий. Первое, наверняка слышали, обсуждая с кем угодно, что Бог внутри нас, и вот в этом главный прикол, потому что именно этот Бог внутри нас наказывает нас за эти вещи, которые мы сделали. Нет такого, что кто-то тебя накажет за то, что ты украл. Это есть то, что ты сам будешь осознавать, блядь, я украл, я наебал, я убил, я еще что-то. И вот в этом есть вот эта вот история, про которую я говорю, про вот самобичевание. Нету, нету кого-то, кто тебя накажет, есть ты, который со своими моральными ценностями сам себе даст таких пиздов, которых никто тебе никогда в жизни не даст. Для меня реально важна эта тема, и вот то, что ты сказал про, вот то, что ты сейчас сказал, это действительно так и работает по факту. Мы часто можем говорить об одних и тех же вещах, даже вот если бы я был атеистом, мы могли бы говорить об одних и тех же вещах, но просто на разных языках. Кто-то говорит на языке британском, кто-то на лесгинском. У меня вот такая история, типа тоже по поводу этого всего. Моя бывшая девушка увлекалась эзотерикой. Типа дизайн человека, вот это вот все оттуда растет... Натуральная кожа. Не совсем, не совсем. Там замечательный человек, там нет такого. Но дизайн человека, какой-то одно из ответвлений гороскопов и так далее. Я в своей жизни сейчас все чаще, я чаще встречаю взрослых людей, которые спрашивают у меня, а ты кто по гороскопу? Я Павел Глоба, а вы? Я по знаку Зодиака Забияка. Отличная строчка, Марат. И меня... Я вообще скорпион, он для вас могу стать раком. Что-то тут пахнет рыбой. А что-то у меня есть раки. Будешь? Я рак, как он угадал. Чисто подкаст с Карлавом начался. Надо было говорить ему, что я по знаку Зодиака деньги. Я пиздел. Я просто сегодня на них посмотрел и подумал, что я что-то это один не хочу есть. Ну что, аппетитно? Ешь один. А это, короче, пойманы братом Ролана. Вчера он мне передал. Он отправил коллекторов к речке. Да. Эээ! Давай пусть посидит. Все, я считаю... А, вот смотрите. Отгадайте ребус. Напишите в комментариях, что это. Ну что, я не закладывал сюда смысл. Ракомакофон. Ракомакофон! Олег, ты повышен! Круто! Олег, хорошая работа! Короче, расскажи, пожалуйста, историю о том, как ты затопил хату. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Мы закончили девятый класс. Мы все большие лбы. Все, кто хотят... Ну, в девятом классе ты реально же хочешь казаться еще старше, чем ты есть. Ну, в два-три раза, да? Как будто бы. Опыта куча. И, значит, все. Последний день учебы прошел. Потом там, ну, знаешь, бывают какие-то собрания в школе, да? Вот мы собрались все с пацанами и такие думаем, что делать? Вот у нас впереди все лето. Настроение охуительнейшее. Впереди прекрасная погода. И мы такие подходим к остановке. Я еду в свой девятый микрорайон такой дальний. А у нас был чувак, который живет в центре. И он говорит, о, пистолетики смотрит в этот в киоске. Мы такие подходим. Почем пистолетики? Ну, столько-то. Дайте четыре. Вот. Мы такие достаем оттуда пистолетики и идем домой к Леве. У него была очень большая квартира. И мы, значит, начинаем играть в Counter-Strike водой. У нас был чувак Саня Матулько. Он был чуть потолще. У нас сейчас в ОМОНе работает, кстати. Вот он так вот на пузе въезжает в комнату. И мы начинаем просто три часа заливать хату водой. Я, чтобы не мочить одежду, я одел пакет пятерочки вместо трусов, короче. Вот. И я тогда почувствовал такую вот дикую ярость, что, знаешь, когда ты даже смеяться и говорить не можешь, когда вот так вот дыхание спирает. Вот это вот эта хуйня, представляешь? Это один из самых счастливых дней в моей жизни, когда вот мы просто с друзьями начали дурачиться так, что никто не мог остановиться. И вот уже стемнело, мы что-то заигрались вообще в конец, и тут приходит Левин батя домой. А он у него, чувак такой, серьезный. И, значит, он заходит, и я понимаю, что все, он здесь на месте. И Игорь говорит, блядь, братан, где мои трусы? Вот. А он стоит вот так в ванне. Я говорю, я братан, я не знаю, я, короче, пошел, иначе если он у нас здесь заметит в ванной, что ты без трусов, а я просто здесь стою в пакете пятерочки, короче, разберешься как-нибудь. И мы просто к Леве в комнату забегаем, так садимся и думаем, блядь, что сейчас будет? Ну, батя нормально отнесся. В общем-то, история может быть... Батя такой типа, Да, это был Эльван. Какой бы ты совет дал себе 18-летнему сейчас в 26? Братан, делай все так же. Ты идешь правильно. Знаешь, я бы, я реально не вижу каких-то фатальных ошибок. Как бы, как будто бы реально все проблемы мне в итоге помогли. Я вот сейчас не юлю и не извлю душой. Действительно. И мне кажется, что это так и было, по сути. Но ты как будто человек, который... Я могу дать какой-то совет творческим людям, если надо. Но это немножко из другой сферы. Да, вперед. Я бы посоветовал писать больше песен, а выпускать гораздо меньше. Ты напишешь 10 песен, и из них одна будет ничего так. Вот. И не бояться... А, вот, короче, самый важный момент в творчестве. Я его посмотрел в интервью у Сергея Мезенцева. Он говорит, самое сложное это расставаться со своим контентом, который ты сам создал. Чем больше ты вырезаешь из него, тем лучше получается. И я такой, бля... А, вот почему мы снимали такие большие длинные видео, которые никто не смотрел. Вот. Вот почему мы писали длинные песни, которые никто не слушал. И действительно, если ты концентрируешь... Ну, сейчас это уже всем и так понятно. Вот. А тогда это было... Опа, стойте. Звучит как идея на самом деле. Мы с тобой полтора года назад об этом говорили, когда я такой, Марат, все круто, но третий куплет еще ебанулся. А знаешь, почему это было? Слишком много клевых строк. Да. Но как это слушать? Да. Знаешь почему? Потому что некоторые песни я писал год. Ну, типа вот у меня есть песня про чистые пруды, допустим. И там такая схема, что... Схема по Москве, да? Схема по московскому метро. То, что там девушка, это как будто бы московское метро, и мы с ней... И я там все панчи к этому подвязывал. И я не собирал эту песню очень долго. Просто я туда закидывал, закидывал, закидывал строчки. И я такой... Потом, когда я это все собрал, такой, ой, блин, это же вообще папирус какой-то получился. Ну, выкинуть жалко. И, короче, и все, вставил в этот трек. Его невозможно... Его очень много людей, как оказалось, любят. Очень странно. И, ну, он слишком сложный. Слишком много всего. И я уже не знаю, который раз я говорю об этом интервью. В общем, у творчества есть четыре этапа. Мы вот об этом говорили с Геной Рекиев. Он говорит, первый этап, это когда ты делаешь все плохо и ебанно. Потом ты делаешь прикольно и ебанно. Потом ты делаешь сложно и ебанно. А потом ты делаешь... А, нет. Сложно и хорошо. Сложно и нормально. Да. А последний этап, когда ты делаешь просто и хорошо. Я вот всегда стремился к тому, чтобы все углы скруглить. И чтобы все это просто слушалось. И красота в простоте. и я думаю, что я дойду до этого этапа. И мне кажется, это самое лучшее. Ты в процессе, потому что даже АУФ сложный. Ну, в плане АУФ замечательнейший трек. Там фишек. Я могу сравнить, наверное, с группой Пятницы, с треком Бадабум, где меняется ритмика чуть ли не каждые две строчки. То есть там одна песня, с которой можно спиздить фишек на весь альбом. И АУФ такое же в этом плане. То есть оно все равно непростая. Она в плане чартовости вот этой простоты, чтобы ты один раз послушал и запомнил наизусть, это так не работает. Я слушаю АУФ. Еще охуенный, кстати, заход, когда обращаешься к водиле. Это клевая экспозиция. Причем то же самое у нас... Братух, не обессудь. Я включаю, мне уже не важно, что дальше пойдет. Я включаю АУФ, и он такой, я тебя понял, я везу шпалу. Причем то же самое, почти та же самая строчка есть в треке Мизим у нас с Аумра. Там когда водила протянул Мизим, какой-то странный был Мизим. Там, короче, история... Там история про то, что, типа, там взрослые дядечки и тетечки собираются на корпоратив. значит, ну и дальше послушайте, собственно, в какой-то момент, да, они такие, бля, что-то я напился, что-то нанялся салатика, что-то как-то тяжело стало. И вот они едут домой и говорят, Вадим, слушай, не будет Мизима. Он протянул Мизим, и он какой-то странный был. И я с подругами, мы подкруглыми, я с подруглыми, мы подкруглыми, я с подруглыми. Чувак, мы с тобой, кажется, это было два года назад, когда мы только познакомились и первый раз встретились, по-моему, мы с тобой ехали в такси, где у водилы на этой передней панели лежали таблетки Виагры, которые он продавал. Водила продавал таблетки Виагры за 200 рублей, у него прям прайс был, и они... И все это лежало, блядь, на фотографии его семьи. Это мистец, да? Я попробую найти эту фотографию. У тебя она есть, ты же фотографировал, если ты ее найдешь, мы ее вставим. Мы только тогда познакомились, реально. Мы ехали в твой отель. Опустим эти подробности. Некоторый ауф произошел. Сейчас обращаемся к нашим зрителям и слушателям. Мы с Маратом в следующем году выпустим песенку «Окей». Где мы вспомнили кто такой Лил Джон. И что такое Рингтон. И, кстати, да, 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 да. Будет охуенно, будет охуенно. Вообще, блин, чувак, нам надо... Я очень хочу с тобой на несколько дней уехать с, это, энным количеством продюсеров разных, сделать кэмп. Кэмп, да. И сделать просто несколько сразу. Это на самом деле моя мечта. Я очень завидую ребятам, которые так делают релизы. Потому что это на самом деле лучше, чем может вообще быть. Когда вы просто запираетесь в пространстве, где вы все объединены одной идеей. Я знаю, что так делали Little Big. Это вообще разъявшийся. В продолжении этого разговора я вот что хотел сказать. Как бы... Ну вот, я не знаю, как ты себя чувствуешь, допустим. Вот когда я день не занимался творчеством, и когда я не делал ничего, допустим, для своего проекта сквозь баб. Я очень плохо сплю. Вот. Я чувствую вину большую, что я день просто проебал. Хотя, по сути, прошел всего день. И раньше я с этим справлялся, так как я все время ждал вдохновения, вот, что оно, оно, оно придет, и тогда я буду писать. и я обычно отвлекался и делал что-то другое, творческое. Я там что-то рисовал тогда в то время много, что-то какого-то диджитала. А потом я понял, что вдохновения, в принципе, не существует. Ты его не должен ждать, аппетит приходит во время еды. Правильно? Сто путов. Вот. И... Это все отмазки и отговорки. Ну вот я пишу, я думаю, и ты тоже. Очень много песен одновременно, то есть параллельно. Есть там 15 недописанных песен, и ты просто накидываешь строчки, о, а это же сюда подходит, в трек для повара. Вот. А этот же трек про девственницу. Давай сюда закинем. Вот. И все это собирается как пазл. И, короче, я это всегда воспринимаю как челлендж. Вот мы недавно... Ладно, пока нельзя. Короче, я это воспринимаю как челлендж. То есть, если какая-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, интрижки. А ты когда это выпускаешь? Через неделю. Через неделю? Пока нельзя. Да. В общем... Камин-аут произойдет позже, да, ты всем потом расскажешь? Да. Почему ты сквозь баб? Ага. Есть такой вопрос? Надеюсь, нет. Ненавижу этот вопрос просто всей душой. В общем, творчество... Ну, давайте завершим на том, что не стоит ждать вдохновения, что оно само к вам никогда не придет. Если ты садишься что-то доделывать, ты обязательно это доделаешь, потому что все эти гениальные мысли, они уже у тебя в башке давным-давно. И тебе нужно просто дать им время и дать рукам волю, чтобы они это написали. А дать им время... Я очень люблю подсознание сравнивать с теплицей. Типа, у тебя есть идея, но пока ты не можешь как-то ее сформулировать и выдать какие-то строчки, написал, словно четверостишься, дальше не можешь. Все, ты закинул это к себе в теплицу, и пока ты занимаешься другими делами, пишешь другие треки, снимаешь видосы, оно там прорастает так или иначе. Ты ходишь, ходишь, собираешь информацию, наблюдаешь, это же, ну, вообще в целом наблюдательский опыт. Это же архуент. Это как губка. Да, ты помнишь, когда мы были с тобой в Турции на этой тусовке, мы же наблюдали за ними, за всеми, и придумали треки. И мы придумали идею, да, о чуваке, эскортнике, правильно, да? И эта идея имеет место для жизни, как бы, вполне ее можно написать. Просто, для того, чтобы делать клевое творчество, нужно наблюдать, постоянно наблюдать. У меня вот вытекающая... Можно я сейчас бы скажу, я просто, вот в продолжении предыдущей темы, как бы можно вымучивать трек, допустим, да, писать его очень долго, но не так давно я понял, что лучше всего песни получаются, когда ты их пишешь за один присест. Они получаются немножко проще, но простота, в этом красота, еще раз повторюсь. Это вот последний этап клевого творчества. Я стараюсь, вот последнее время, вот этап, когда, ну, это же реально одно из самых охуенных вообще чувств на земле, когда ты садишься писать новый трек, и получается, что он получается действительно здоровский. Это реально одно из самых лучших времяпровождений, что может быть. И я стараюсь максимальное, максимальное количество текста то есть максимум процентов песни доделать за один раз, вот, чтобы ты потом просто, но оставил слабые куски, ладно, потом докручу, просто не концентрируйся на них, пиздуй дальше, короче, делай, докручивай, 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 и потом тебе остается просто какие-то последние штрихи домутить, и все. А бывает такое, что, конечно, трек возьмет и развернется вообще в другую сторону. Но я вот советую вам, если вы там, допустим, давно пишете, просто попробовать как-то раз все сделать за один раз. Если вы суперперфекционисты какие-то, попробуйте отбросить это на задний план, и поймите, что некоторые строчки можно ослабить, как бы, и сделать их намеренно, намеренно ни о чем. Я так делал, и самое интересное, что все разы они срабатывали. Знаешь, мне кажется, почему? В какой-то момент, на данный момент, сейчас конец 2020 года, и мне кажется, что смысл искусства любого в том, что оно может быть ни о чем, с одной стороны, и каждый будет искать в этом свой собственный смысл. И когда ты делаешь какую-то строчку, которая особо хуйня, но ни о чем, но может звучать просто как-то красиво, то каждый в ней найдет свой собственный смысл. Мне очень понравилась мысль, и я не помню, где я ее видел, может, вот у Дудя в последнем выпуске, и там человек сказал, и там человек сказал, нет, я не ел кал, Юра. Он сказал, вам, говорит, известно такое понятие, как смерть автора. Он такой, ну-ка, а что это такое? Говорит, ну вот когда ты написал песню, ой, написал книгу, ты ее выпустил, и все, автор умер. Он больше никакого отношения к этой книге не имеет. И по сути, так и есть, как бы, ты не можешь дальше влиять на судьбу этой песни, этой книги, и так далее. Все, она вышла, и человек ее интерпретирует сам, как хочет. И он также еще добавил, что, почему появляются переиздания книг, допустим, потому что человек перечитывает предисловие, и такой, ой, бля, что это я написал-то? Так я же вообще не это имел в виду. И он переписывает предисловие, на самом деле. Четвертое, пятое, шестое, десятое издание. На самом деле, я вообще вот это имел в виду. И по сути, это самое неблагодарное дело объяснять смысл песни, потому что ты ограничиваешь людей в какую-то комнатку однокомнюю. Да, это пистец. Вот так вот их заковываешь, и такой, а, а я думал, что так. В этом плане. Я точно так же был. Вот чувак, у меня есть трек «Крокодил», и он такой, блин, как ты подметил, там вот это, пепелка из банки колы. Блин, чувак, у меня просто, я вот всегда в подъезде когда ходил, там пепелка из банки колы была, я такой, бля, как ты мне в башку вообще залез, типа? А я говорю, братан, ну там как бы пепелка и банка колы. Она просто, ну, в рифму подходила. А, бля, а я думал, из банки колы. Ну, ладно тогда. Вот, понимаешь, и это как бы самый мелкий пример, который может быть. Мне писали люди по этой песне «Собака писала», причем в большинстве своем люди писали о том, что, Эльдар, спасибо большое, что вместе с Розалией рассказали людям о проблемах бродячих псов и псов, которых выкидывают на улицу. А у меня песня о другом, не будем говорить о тем, чтобы не портить чужие истории. И я с одной стороны думаю, да, в этом смысл подчлайна и двойного дна. То, что, вот этих метафор, что каждый будет это воспринимать так, как ему это хочется. И это здорово. У меня вопрос вот очень в тему, братан. Веришь ли ты в талант? Мне кажется, что, слушай, даже, даже, честно говоря, я сам еще не знаю. Вот это очень хороший вопрос. И я думаю, что любой талант это большой труд. Но есть реально гении, понимаешь? Ты думаешь, это врожденное? Я думаю, что да. По сути, вот знаешь, я очень долгое время, я не знал, чем я вообще хочу заниматься. Я с детства хотел, я мечтал быть рэпером, но у меня было такое стойкое чувство, я вот был на сто процентов уверен. Я бы очень хотел быть рэпером, но у меня не подходит голос. Понимаешь? Вот у всех подходит, а у меня нет. У неуверенных людей всегда есть какие-то но. И это неуверенность в себе, она всегда помогает быть лучше, по сути. Не всегда, нет, нет. Это ты так говоришь. Мне помогает. Это мы можем говорить об этом. Большинство людей закапываются из-за своей неуверенности в себе. Сейчас я закончу ту мысль. И я ходил в школьный хор на уроках музыки и меня даже в хор не взяли. Вот. Сказали, слушай, чувак, наверное, тебе не надо. И я такой, оу. То есть я даже для хора не подхожу. И долгое время во мне это вообще все убило. Я такой, я просто писал, поэтому мы писали песни для Миши Лаваши, я не помню, ты спрашивал, нет? Вот. Поэтому мы писали песни для кого-то другого, чтобы он это исполнял. Во-первых, потому что это было стрёмно вышкаролеть читать рэп. А во-вторых, ну, я... От образа всегда проще. От образа, да, всегда проще. Привет, Игорь. Да. Вот. По сути, да, мы сидим на самых удобных стульчиках в этой индустрии, чувак. Нам можно делать то, что очень многим от многих очень это будет неорганично смотреться. И вот, что я имел в виду-то? В общем, я писал песни для кого-то, для чувака, чтобы он читал мои текста и исполнял. Потом я вообще его взял его псевдоним Миша Лаваша, это был я потом. Он нихуя не делал. Он был Блэк Старом до того, как Блэк Стар был Блэк Старом. Да? Он забирал имена и песни. Поэтому, поэтому, а вы вот... Короче, я не верю в талант. Мне очень понравилось, как Слава Мерлоу об этом сказал просто, что я не верю в талант. И это во мне нашло просто отклик, невероятнейший, потому что для меня сейчас талант это желание, умноженное на усилие. То есть, по факту, мы все рождаемся чистыми листами. я не шагу... нет таких людей, которые абсолютно не стараясь делают шедевры? Не знаю. Я вот тоже таких не знаю. Я не знаю таких. Есть люди, которые притворяются, как Алишер, которые говорят, что я не стараюсь и вот хуйню вам делаю. А по факту за этим столько трудов, столько мозгов и все прочее. скажу. Ну, естественно, это первое, что приходит в голову. И мне кажется, вся эта история про то, что да он от рождения такой, ну, хуй знает. Я не шарю пока за ДНК, я не изучал вопрос того, как, что, как влияет. Возможно, это тоже что-то в этом есть, безусловно, но тем не менее, ты просто вот, возможно, в какой-то момент жизни понимаешь, что вот это вот я хочу этим заниматься. И ты либо занимаешься этим усердно, усердно, не усердно, плевать, просто посвящаешь этому свое время вот это классическое правило десяти тысяч часов и ты ебашишь. Классика. Классика. И ты делаешь и к чему-то приходишь. А есть люди, которые хотят это делать, но они обрамляют себя огромным количеством но. оправданий, отговорок, там тысячи-тысячи этого дерьма, и там ничего не получается. Я правда не верю в талант воврожденный, потому что на примере всех, кого я знаю, это труд. Это труд постоянный. И если кому-то кажется, там Слава Мерлоу, например, за год выстрелил, ну нет же, он же всегда... Он вел свой канал, причем столько роликов, как у него. У него был челлендж, если не ошибаюсь, где он 30 дней выпускал каждый день ролик. Он проиграл в этом челлендже своему другу Игорю, да, но да. И вы даже не представляете... В общем, ну, две мысли, короче, больших. Вот, почему я уважаю каждое творчество, и мне, на самом деле, сложно что-то хейтить, потому что я сейчас понимаю, чтобы даже самый ебаный трек, который ты увидишь, чтобы он получился, нужно приложить такое усилие, чтобы он просто появился на площадках, даже если это полное дерьмо, ну просто у этого столько точек, чтобы... В любом случае, это несколько дней минимум, никаких трудов. Вот. И... А касаемо YouTube-канала, так как я, ну, не часто делаю такие видосы, я понимаю, что за этим еще стоит. И... Вот эти вот челлендж на 30 дней... 30 дней за 30 роликов... Это же... Это же реально... Это... 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 Жора что-то хочет сказать очень. Да, я всю дорогу хочу вкинуть что-нибудь про талант, потому что очень важно определить, что мы под этим понимаем. Потому что, вот смотри, допустим, у меня есть низкий, типа прикольный, интересный голос, для которого я, по сути, ну, в целом, ничего толком не сделал. Я... Я озвучивал... Подожди. Я озвучивал ролики, это мне помогло научиться говорить нормально, более четко, правильно. Но в целом, я примерно так разговаривал всегда. То есть, это мне помогло просто вот отшлифовать эту всю историю. Есть... Просто смотри, давай рассмотрим талант как предрасположенность. Я на твоем примере хочу сказать. Давай. Голос — это не талант. Это то, что... Предрасположенность. Это предрасположенность, которую ты... Ты уловил это и начал в этом развиваться. Если взять сейчас первый ролик, который ты озвучил, и последний, небо и земля наверняка. 100%. Давай на твоем же примере рассмотрим сценарное мастерство. Ты никогда не был сценаристом. Жора... Мы давно общаемся, и в какой-то момент, когда я понимаю, что Жора — человек, который посмотрел огромное количество пиздатых западных роликов, он перевел их очень много, а отсмотрел еще большее количество, я понимаю, что у него отличная насмотренность, да еще и роликов, в котором есть чувство вкуса. Что у него есть чувство вкуса, он знает, как эти ролики строятся. Насмотренность, наслушанность очень влияет на то, какой ты контент генерируешь. И однажды я прихожу к Жоре, где он жил, он жил в Притоне, в котором мы там висели периодически, это был кошмар, я прихожу к Жоре, говорю, Жор, слушай, мы тут недавно запустили клик-клак, мне кажется, что у тебя есть клевая предрасположенность к сценарному мастерству, так как у тебя есть насмотренность, давай попробуем, просто попробуем. Жора, наверное, никогда до этого не думал, что он может стать, не думал? Никогда. Жора не думал, что он может стать там сценаристом. На следующий день я прихожу к ним, и Жора мне нарисовал, блядь, схему задания в трэш-лато, нарисовал охуенную, которую мы так и не сделали, потому что это очень сложно. Жора любит иногда думать мультиками, типа, то есть, все супер клево, но как это воплотить в жизни? И я такой, поехали. И все, мы вытаскиваем его из притона, извини, из Москвы в Петербург. Чувствование, говно, алиэкспресс, или что это? Блядь, да зачем? Физик, говно, не ютуб. Блядь, ну вот мы не пишем, он теперь увидел. Я только что увидел, да. В смысле не пишешь? Блядь. Слушай, а ты смотрел этот вообще аккаунт? Конечно. Что он там пишет? Просто чувак сумасшедший. Сквозь бабс алиэкспресс. Да. Марат! Да-да. У нас есть вопрос от зрителя. Угу. Из стерео, собственно говоря. Опиши свое творчество тремя словами. Длинный, гладкоствольный обрез. Ну ладно, короче, на самом деле, если это должны быть существительные, то это... Нет-нет-нет-нет, это может что угодно, просто... Я решил, это будут существительные. Хорошо. Боевик, комедия и наука. Я думал, ты скажешь стиль. Или стори-тейлинг. Пусть будет стори-тейлинг. Тогда расширяем, да, слова? А, хорошо, дальше. Это твои три слова. Какими бы тремя словами твое творчество охарактеризовали бы твои родители? Ой. Ой, первое. Второе. Ну, интересно. Вот так вот. Я прям чуть ли не цитатами вам говорю. А третье слово, оно немножко подлиннее, конечно, будет несколько. Я даже не знал, что ты поешь. У меня я отвечал на этот вопрос. Но мои родители бы описали это, наверное, в те времена, типа, лучше бы учился. Да. Ну, знаешь, у меня родители, у меня папа очень юморной чувак. И он как бы, он сидит в интернете, а мамы вообще нет. И он и подписан на мой YouTube канал, и на мой Instagram, как я недавно узнал. И он это все понимает. Хоть мы никогда на таком уровне не общаемся, но я им иногда прикалываю. Я им показываю что-то, что они, в принципе, могут понять. Я говорю, ребят, сейчас выходит альбом Турбо, вы его, пожалуйста, не слушайте. Там вы не поймете. Вот треки, где я ебу арбуз. Я маме говорю, я маме, я тебе запрещаю слушать, что я делаю. Если что-то будет для тебя подходящее, я обязательно тебя пришлю. Она любит треки «Татарский богатырь». Она сразу поставила себе на звонок, скинула своим подружкам в чате, в ватсапе. Ой, как здорово. Знаешь, я ей скидываю что-то такое доброе, то, что она может понять. У меня конский болт, и он ходит, буква Г. Поэтому я как бы, они меня никогда не останавливали и ничего не говорили о том, что Маратик, ну это не то совсем. Как бы, они, они знали, что я что-то делаю. Ну знаешь, у меня даже иногда были такие вопросы. Я постоянно говорю, мам, я еду, короче, на студию, сейчас будем записывать. Она даже ни разу не спросила, что ты там записываешь-то? Где эти треки, где эти видео, в которые ты снимаешься? Вот. Я уже потом, гораздо позже рассказал, что мы вообще делаем, что я, как раз, с самого детства это делаю и прячу тетрадки от него. Поэтому, понимаешь? А ты сказал, что у тебя очень юморной батя. Я вот в какой-то момент жизни понял, что весь мой юмор и отношение к жизни, юморное и сатирическое, максимально саркастическое, оно в отца. Я смотрел на то, как он угорает, типа, когда я был ребенком. Мне это очень нравилось. И в осознанном возрасте я понял это откуда. В какой момент, в каком возрасте ты начал чувствовать вот ту самую связь с родителями? Знаешь, когда я созваниваюсь с родителями по WhatsApp, у меня вот очки для зрения, это такие просто, очки для зрения, когда я надеваю, мы вот так вот с батей созваниваемся, и я понимаю, что мы одно лицо просто. Когда я ношу очки, которые он носил в молодости, у меня такие же усики, такая же бородка, как у него, и вот мы такие просто синхронизировались такие, я не понимаю, где мой экран. Понятно, что батя совершенно по-другому выглядит, но я просто знаю, как он выглядел раньше, и мы тут просто, прикинь, совпали. Я вообще это не задумывал. И папа для меня был всегда примером. Во-первых, он самый справедливый чувак, которого я знаю. Он за всю жизнь никого, в жизни, за всю жизнь он никого не обидел, ни разу. И он всегда за то, чтобы всем было хорошо. Вот. И я стараюсь, как бы стремиться к его уровню, взаимодействию. Его все уважают, все его очень любят. И мой батя, просто батя, понимаешь? У меня, ну, немножко не так было. У меня замечательная семья, все было круто. У меня кавказская семья полностью, я лезгин на 100%. темперамент. Тест в контакте прошел. Кто ты извест, Гина? Я мужчина. И у меня вот 18, там, 16-17, 18-19 лет, я думал о том, что я полная противоположность отца, потому что я смотрел на него, на то, как он не живет, а просто рабу, обслуживает своих детей, за что гигантская благодарность, любовь, как бы, по гроб жизни, вся моя жизнь, их жизнь, как бы, я по-другому не могу. Теперь это мои дети. Я смотрел на него, и мне тогда казалось, что это для меня типа антипример, потому что я не хотел такой жизни, типа, чего, блин, все, что я вижу у отца, это то, что он уходит на работу и приходит садиться и просто ничего не может делать, он заебался. Со временем я полностью поменял отношение к этому, когда начал чувствовать именно истинную связь, что я всегда был анти, вот полностью анти. Мама говорит, сделай так, я делаю абсолютно по-другому. И со временем, когда я начал анализировать вообще свой характер, свои какие-то черты, я начал понимать, что от кого мне перепало, в какой момент жизни, типа, я запомнил какой-то яркий триггер, яркую эмоцию, которая отпечаталась в моем характере. И сейчас совершенно другого мнения, я невероятно благодарен своим родителям. Я в детстве мог плакать Телексу о том, что я не вижу понимания со стороны отца, со временем понял, что наоборот он все сделал охуенно. И сейчас у меня с ним отношения куда ближе, чем вообще за все детство, когда мы жили вместе. То есть, типа, мы можем сидеть, выпивать канины, или просто общаться. Это этапы выросления. Сначала в какой-то момент родители становятся как будто твоими главными врагами, когда ты учишься в школе, а потом со временем становятся твоими лучшими друзьями, и ты не можешь представить свою жизнь без них. Да, да, и это нормальный этап. Это даже описано частично в «Тысячеликом героя», которого я все еще не могу дочитать. Это вот путь героя. От эдипового комплекса в самом-самом-самом-самом детстве, когда ты только формируешься, до вражды вот этой. Вот когда меня не понимают родители, они ничего не понимают. Когда ты говоришь людям, которые пережили твой опыт, и которые по факту чьим продолжением ты являешься, потому что они вложили в тебя все, потому что по факту ты это то, что из тебя слепили в первые 3-5 плюс-минус фундамент, а дальше уже свое собственное какое-то формирование от детского сада, школы и так далее и компаний. Я когда думаю о том, что еще на меня повлияло, я вот говорил про папу, а мама у меня на самом деле очень творческий человек. Она сейчас работает логопедом в детском саду, но на самом деле у нее очень много этих начинаний. То есть она и шила очень прикольные шмотки мне когда-то в свое время. Она актриса, она постоянно участвует во всех сценках в творческой жизни, она играет кучу персонажей там у себя в садике. Она и поет хорошо. Это все в тебе отпечаталось. Папа у меня тоже очень хорошо поет всю жизнь. Я рос под Юрия Лозу, под Высоцкого и в какой-то момент я помню свои мысли типа я вот так просто папе закрывал эти лады и говорю папа не пой пожалуйста. А сейчас я когда приезжаю я просто даже папу иногда прошу что-нибудь спеть потому что тогда я понял вот когда папа он просто так извлекался он садится на диван и один просто поет песню вот так вот играет постоянно и тогда я тоже понял что блин а в песнях оказывается есть смысл и я иногда ну ты знаешь у Юрия Лозы и у Высоцкого куча таких песен от которых грех не заплакать. за Лозу не шарю за Высоцкого да это это неприятно не знаешь а нет слышал конечно я просто не шарю я слышал отрывками никогда не вникал вот Высоцкого я Высоцкого по большей части читал вот знаешь как оказалось у меня супер творческая семья которая этим не стала пользоваться в общем-то и это осталось их хобби которое они отложили на третий четвертый план вот и ну похоже я из творческой семьи да Марат юмор это отличный щит на своем примере могу сказать что юмор спас мне жизнь если брать щиты из игр то он фиолетового цвета самая редкая вещь во всех играх пошел ты отчего ты защищаешь слушай ну во-первых если если идти из начала то было ну в моем городе было стрёмно быть рэпером реально вот если ты рэпер то ты скорее всего долбоеб я конечно с уважением ко всем но на самом деле так это и было тогда и и это была защита от всего и второй второй вариант точнее вторым этажом этого всего было то что мои друзья не слушали рэп вообще и короче и я хотел их как-то впечатлить а типа просто прикольным куплетом в 13 лет 14-15 ты никого не удивишь тебе нужно было найти какую-то какую-то точку давления и я такой так ну что вообще ну это может быть либо очень трогательно да там что-то про любовь написать либо что-то суперкрутое что не сработает от меня сто процентов либо это юмор так чтобы все со мной вместе посмеялись ну потому что ну это тоже одна из самых сильных вообще одно из самых сильных чувств вообще человека да то есть ты хотел впечатлить я хотел впечатлить своих друзей да как-то а как еще творчество же ты не можешь его все время хранить в столе иначе от этого не будет никакого фидбэка хоть какого-то понимаешь а так я вот если у меня ребята какие-то молодые спрашивают совета типа что делать я им говорю сначала впечатлить своих друзей вот но особо не слушай и а уже дальше если это понравится твоим друзьям значит это понравится еще еще тысячи людей потому что людей на свете миллиарды нет такого что творчество это панацея от чего-то то есть ты ни от чего не лечишься ну не знаю я это всегда воспринимал не как лечение я до сих пор считаю это развлечением да да как бы это не работа то что мы с тобой делаем это это самое лучшее что может быть с нами понимаешь потому что мы занимаемся чем что мы любим еще знаешь что я хотел сказать музыка это одно из самых благодарных благодарных видов творчества потому что если брать если сравнить со самым популярным творчеством в России сейчас второе популярное творчество это стендап реально много да стендапа стало и у них и доходы выросли они в принципе стали таким широким пластом творчества респектабельным и стендап ты написал свой кусок ты его один раз одному человеку показал и все дальше он не будет его смотреть он уже принял это он все мысли уяснил второй раз будет уже не так смешно но если ты не какой-то гиперфанат допустим и по сути ты потратил очень большое время чтобы это создать ты это сделал один раз показал и похоронил для этого человека и все дальше он ему уже не интересен тебе нужно выдавать ему что-то новое а музыка ты можешь ее написать за полчаса ты знаешь как это иногда рождается можешь писать и год и два один трек можешь вымучивать а можешь создать быстро и все это будет работать так что у него есть воспроизводимость стопудовый термин красивый кто-нибудь вспомните когда ты на репит ставишь когда ты одно и то же можешь реиграбельность реиграбельность поэтому ты у нас за кадром как красиво спасибо мистер гугл я не уверен что это слово существует теперь да у музыки есть реиграбельность поэтому я считаю его одним из самых благодарных вообще видов творчества поэтому хорошо тогда с другой стороны зайдем у тебя же наверняка были комплексы в школе да они у меня и до сих пор есть расскажи расскажи про свои комплексы про те которые ты поборол и как ты это сделал ну в общем я думаю самый главный мой комплекс это неуверенность как бы я долго как бы я долго этому не сопротивлялся но на самом деле есть и искоренить его полностью думаю не получится в принципе что и из него вытекает еще куча 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 всего и и я опять же считаю что этот комплекс мне очень сильно помог вот про то что мы сегодня договорились и будете вставлять про то что неуверенность в себе заставляет тебя быть лучше быть лучшей версией себя каждый раз то есть тебе нужно впечатлить не то что там своих товарищей уже а в первую очередь впечатлить себя вот у тебя появляется куча сомнений по всем поводам ты начинаешь сомневаться в каждом своем действии и твой лучший редактор это ты сам и я все это ну по крайней мере сейчас рассматриваю как свои плюсы что мне это всегда помогало становиться кем-то другим я из-за этой неуверенности я все забрасывал на очень долгие периоды времени у меня вот был период времени когда я не писал полгода самый большой вот когда я просто не возвращался и все я такой ну ладно это все не про меня может это у кого-то когда-то там где-то получится у них там куча известных друзей и так далее у меня никого вообще не было у меня не было ни одного знакомого рэпера ни одного знакомого музыканта вообще когда я приехал в Москву я жил здесь сколько три года никого я абсолютно никого не знал и я просто писал все в стол и и я думаю что это здорово типа пиши в стол и знаешь что самое интересное сейчас в треках которые я пишу я иногда выдергиваю из тех треков что лежали в столе строчки идеи я их переформировал дальше и такой блин а они там законсервировались и они до сих пор актуальны прикинь и здесь я плавно перетеку в момент мемности если можно быстренько мемы опасно они сейчас работают здорово все вот этот ауф он сейчас отгремит и до свидания потому что этот трек родился быстро и смотри на уровне мема он понимает что он сработал на нескольких уровнях и я всегда стараюсь сторониться хоть меня кто-то называет мем рэпером пожалуйста называйте как хотите мне без разницы все мемы опасная штука я стараюсь их на самом деле сторониться потому что сегодня ты послушал самый свежий мем вот это про майотика да ты сегодня говорил я не знаю бро мы слишком старые для того чтобы выкупать за свежие мемы ну вот гангдам стайл гангдам стайл да ну ты прикинь гангдам стайл послушать спустя спустя пять лет ну это кринж нафталин кринж все дела ну можно конечно в чем плюс мема в том что ты им можешь привлечь внимание к своему это верхний слой верхний слой очень полезный ты говоришь йоу смотрите я сделал ауф они приходят и слушают все остальные твои песни причем мы сделали ауф на закате все уже давно про него забыли хотя мы его конечно раньше делали выпустили мы его тогда когда это было супер уже так мимо меня полностью прошел мем ауф и когда ты говоришь про то что это мем я не соглашусь с тобой про то что ауф это мем трек может и не потому что он он хит ну знаешь вот это вот все и он полюб да но тем не менее это штука которая будет играть всегда ты знаешь какой самый наверное часто отмечают на каком треке меня чаще всего отмечают когда люди тусуются мои самые популярные треки это DeLorean Блокеры там куча каких-то еще но тот трек который знаешь три утра четыре утра все в говно и они включают мой елдак и разъебываются под это спустя шесть лет спустя шесть лет а я такой ладно ну это же мем который вызывает чувство ностальгии прикинь сколько людей через много-много лет вернуться к тебе знаешь типа условно давай прикинем это классическая схема про которую мне рассказал директор одного из лейблов условно сейчас это DeLyShouf 2021 год типа условно твой год мы все верим в это год Марата сквозь баб Марат сквозь баб просто херачит 22 год Марат херачит но уже не так потому что кто-то появился 23 год Марат где-то есть 24 год там и так далее и так далее потом дальше Марата нет но через 10 лет когда все те люди которые выросли на АУФе и на всех остальных треках которые будут в 21 году на ой на том то что было сейчас они повзрослели и они и хоть тебя нет в инфополе ты зарабатываешь больше чем зарабатывал в лучшие годы потому что они выросли и зовут тебя на корпоративы да и таким образом те группы которых сейчас ни слуха ни духу все еще охуенно живут потому что они приезжают грохают корпоративщик зарабатывают много денег и выезжают вопросик к Марату такой чисто человеческий есть что-то что иногда не дает тебе уснуть конечно ты что иногда ты сидишь вспоминаешь всякое дерьмо испепеляешь себя до уголечка и такой думаешь что я творил конечно у всех есть такие истории например что хотите чтобы я их рассказал никогда это чисто рефлексия потому что блядь зачем я так сделал или не так подожди нет моментов за которые тебя коребишь себя прямо сейчас то есть те моменты которые ты ты понимаешь что ты прямо сейчас проебываешься и что-то делаешь неправильно но ничего не можешь с этим сделать и лежишь и ругаешь у меня например это плохие привычки и вот это вот моя склонность к самому уничтожению да я за это себя постоянно ругаю есть что-то вот о чем ты лежишь думаешь блядь как почему вот такой задаешь ли ты себе вопрос почему я понимаю что мне нужно но не понимаю что с этим делать почему я понимаю но не делаю у меня есть немножко другая проблема это то что я не могу остановиться и жить здесь сейчас у меня всегда меня преследует чувство что все что со мной происходит хорошее вот-вот и закончится и и я не могу остановиться и расслабиться то есть каждый момент мой самый самый главный самый яркий в жизни я такой думаю ой а это же сейчас закончится и и я такой блин думаю есть ли смысл тогда сейчас так радоваться этому и знаешь ну такая тупизна по сути и я не могу никак от этого избавиться и не могу из-за этого нормально жить есть совет вперед кстати хорошие советы вы можете посмотреть на Яндекс Кью есть совет правда есть совет я не люблю совет это очень громко пафосно а йога с учителем один на один не групповая йога с пиздатым учителем который не только помогает тебе проработать глубокие глубинные мышцы и там твое тело а тело и дух очень сильно связаны друг с другом и зависят друг от друга очень сильно он еще и духовно тебя иногда может настраивать как отличный психотерапевт который говорит простые вещи но так что ты прям моментально моментально начинаешь жить этим я полтора года прозанимался йогой с учителем и это было невероятно я там научился жить здесь и сейчас потому что йога тебя во-первых учит тому что ты можешь сканировать все свое тело скажем так а за счет этого ты можешь чувствовать себя в моменте дыхание дыхательные практики это может дико звучать но это работает я знаю у меня куча людей занимаются йогой я вот знаешь что делал у меня родился свой лайфхак который я не уверен работает или нет в общем ну долгое время ну я же давно в принципе сравнительно занимаюсь музыкой и творчеством и мы все равно получаем какой-то фидбэк да от друзей но не было знаешь этого взрыва вот какой ну ты все равно потенциально всегда себя сравниваешь с кем-то как бы ты не хотел и ты понимаешь что какого-то успех к которому ты должен был прийти его не случается допустим и у меня были какие-то ожидания там от какого-то нового релиза новой песни а их просто они не оправдывались и он не случался и в какой-то момент я такой думаю блин а что я все время расстраиваюсь потому что я чего-то жду и я в какой-то момент перестал что-то ждать да вот я полностью от этого оградился и я сейчас живу так в принципе ну по крайней мере стараюсь жить так что я ничего не жду но когда что-то происходит я стараюсь максимально радоваться насколько это возможно насколько я это умею это лучше это самый лучший извини это самый лучший и самый большой шаг к тому чтобы ощущать себя здесь и сейчас просто ничего блять не ждать отличнейшая фраза которую сказал Аршавин я постоянно его цитирую ваши проблемы это ваши ваши ожидания это ваши проблемы миллион блять процентов да спасибо у меня есть вопрос к вам обоим относительно мемного творчества и вообще ну типа юмора в творчестве потому что с точки зрения музыканта который во всем это участвует это как будто не так легко перенести на то чтобы это понял обычный зритель слушатель и тому подобное потому что допустим с актерами есть такая история например Кузя из универа практически навсегда остался Кузя из универа буквально да Света из этих самых счастливом месте осталась она кстати из Королева осталась типа Светой и счастливой вместе и вот здесь как будто с музыкой то же самое типа условно Ильдар Джарахов который пел мой елдак условно может остаться Ильдаром Джараховым который пел мой елдак собственно Марат Сквозь Баб может остаться тем кто сделал типа ауф и вот я могу ответить вот да типа вот этот вот мемный момент его как будто нужно суметь перешагнуть но это блять ногу нужно так высоко поднять слушай ну перед нами во первых очень много таких кейсов ну точнее их не много но они очень яркие Джорджи да в общем это Моргенштерн Джорджи хотя он все еще Джорджи потом Рич Чига помните такого чувака это чувак из Индонезии который сейчас его зовут Рич Брайан Рич Брайан да это чувак из Индонезии который сделал трек если я не ошибаюсь он назывался Dead Sick вы его 100% все слышали и на чем он сработал там короче чуваки из Индонезии вот он он выглядит как как дрочиво короче грубо говоря ну он просто просто чел понимаешь рядом с ним его какой-то толстый друг такой азиат и они стоят возле тачки и читают супер супер гангстерский ниггерский текст а выглядят они как лохи вообще просто полнейшие и трек самое главное охуеннейший и вот они это зачитывают и у этого давай просто посмотрим сколько я думаю там миллионов сто сейчас и вот этот молодой человек почти как у мини-бойки потом есть Джоджи тот же самый что это был пинг пинг гай мне все время говорят что я на него похож почему-то чуть-чуть есть блять вот внешне чисто внешне есть типа тут не доебешься вообще это ну наверное да какое-то вот это около татарское снимаю очки все и пиздец вылитый Джоджи да вот и как бы вот у меня есть несколько популярных песен допустим да которые возможно не все слышали даже слушатели ауфа но у каждого артиста они такие есть типа свои мини-выстрелы которые которые дают тебе аудиторию ну что ты ну без них ну твои мини-хиты короче грубо говоря и я ни один из них не повторял как бы у него было они они все разные то есть у меня их допустим там 4-5 треков и я ни один из них не пытался сделать похожим хотя по сути если бы я может быть двигался по этой схеме по этим рельсам это бы случилось сейчас гораздо раньше и мне мне всегда интереснее перепрыгнуть то что уже есть и пойти дальше у меня есть несколько этапов творчества вот вот сейчас то что происходит все вот знаешь вот Эльдар меня недавно успокаивал то что люди пишут сквозь баб ты уже не тот мы короче пришли на того кто написал то-то то-то а сейчас это какая-то хуйня для тиктока понимаешь вот а по сути я-то всегда слушал попсу понимаешь и типа то что я сейчас буду делать то что я сейчас буду выпускать это то что я слушал в третьем классе понимаешь то от чего я кайфовал то с чего я вообще мой музыкальный вкус закалялся по идее и то что мы сейчас будем выпускать это просто мои амбиции которые скорее всего смэтчатся с каким-то количеством населения с кем-то нет с кем-то да дальше я возьмусь возьму и вернусь на старый круг выпущу какой-нибудь бэнгер где я ебу просто все что плохо лежит и короче и все и вернемся на место хлеб сделали точно так же они говорят понимаешь мы выпускаем трек он становится там каким-то хитом знаешь там всероссийским и тут мы такие блин что-то что-то мы как-то не понимаем что происходит давай выпустим трек как мы трахаем обезьяну о здорово вот они выпускаются такие а я ну и мне вот это нравится вот это чувство да 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 ты хочешь закачать но не можешь на своем примере скажу что я с 2012 года меня знают много людей с 2013 года по сей день я уже не тот то есть это абсолютно нормальная история когда ты начинаешь становиться более популярным есть такое чувство оно очень блять странное но вот это чувство ревности твоих первых фанатов это очень хорошо это 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 с любым артистом я даже встречал мемы типа когда ты любила вот этого артиста он стал популярным блять мне уже неинтересно чё нахуй а ты не такой же сам нет что если ты любишь у тебя есть какой-то артист которого ты раньше любил а сейчас когда он стал менять свой творчество ты такой блять неужели такого нет у меня такие есть их немало я с пониманием всегда к этому относился а я нет тилекс да тилекс чувак вот и все у тебя был пример под носом но 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 я очень респектую ему за то что он делает ну конечно я не понимаю это потому что ты адекватный слушатель адекватный зритель я в индустрии поэтому я понимаю как это работает и поэтому я я тоже я всегда понимаю таких ребят которые пишут такие комментарии и я стараюсь относиться к ним с любовью вот это люди которые тебя любили они в тебе по каким-то своим причинам разочаровались но они тебя все равно любят я считаю что если у тебя хоть у одного артиста есть одна-две любимых песни ты уже его фанат по сути прикинь если брать мой инстаграм на меня в среднем в день подписывается вот в спокойные времена когда я ничего не выпускаю на меня подписывается три-четыре тысячи человек а отписывается две-три ну то есть даже даже больше то есть я заход я очень люблю заходить какой-то старый пост чекать комментарии я захожу на страницы этих людей 95% на меня уже не подписаны то есть из-за того что меняюсь постоянно я потому что я человек такой же как и все меняются и люди которые ты упускаешь очень много контента и знаешь я думаю что не стоит это все воспринимать вообще на свой счет потому что мы можем заебать людей это это то что я сделал уже неоднократно все когда-то всех заебут чувак даже самый даже вот та звезда которую мы еще не знаем вот он только появился и вам кажется что это это вообще разрыв всех шаблонов то что это вот сейчас появилось что-то невероятное он сделал все совершенно по-другому даже он вас когда-то заебет и с этим ничего не сделаешь у всех есть какой-то срок годности но если человек переформатируется и и может сделать какие-то выводы внутри себя он все равно это все переделает поэтому в этом нет абсолютно ничего страшного уходят одни люди приходят другие а еще эти люди которые отписываются знаешь что они делают подписываются обратно в какой-то момент да да ничего страшного спасибо короче так как мы с тобой уже поднаебенились и у нас уже супер кухонный разговор я очень рад это прям круто маратик от души кстати было здорово не знаю почувствовали вы еще не конец почувствовали ли вы это но нам уже здорово несмотря на то что мы уже выжрали где-то 0.8 хеннесси у нас осталось еще и мы на самый конец подготовили шот гейм для того чтобы мы вообще уползли с тобой отсюда у меня завтра выступление хуём тебе а у меня завтра извините концерт сквозь баб мне я туда приду смотреть тебе надо быть в норме давай согласен Георгий Король Георгий подготовил для нас энное количество вопросов это будет игра в я никогда не я никогда не одевался как бомж просто каждый выпил у меня в детстве был странный сдвиг короче я я очень любил играть в игру под названием бомж короче я почему-то хотел быть бомжом понимаешь в детстве знаешь когда лежишь в ванне вот так вот набираешь 5 сантиметров воды вот когда заканчивался шампунь я представлял я наливал туда просто воду представлял что я пью водку и лежу в луже представляешь я не знаю почему я еще крутил сигареты из этого из бумаги точнее из газеты и как будто бы лежал вот так вот бухой около дивана и вот так вот курил мне почему-то казалось что это очень интересный образ жизни самое интересное что ко всему этому я могу дойти вот все здесь все здесь и вот я играл в бомжа и я почему-то у меня было такое ощущение что ну блин ну все наверное играют а иногда когда я рассказываю друзьям все такие чувак ты походу это ебнутый немного вот и так так не должно быть короче я никогда не одевался как бомж но у меня тоже в детстве был странный сдвиг относительно этой же темы я сидел на уроках и я рисовал бомжей я рисовал прям типа знаешь вот типа я рисовал кирпичную стену смотрите какая-то маниакальная хуйня очень странная ну ты с приколом это рисовал не я рисовал с сочувствием а еще я играл я играл в грабителя все время знаешь что я делал я короче выключал свет в этом в комнате у себя перед этим я расставлял все какие-то интересные предметы вот так вот на видное место брал фонарик типа я такой мигом открывал дверь и короче вот так вот брал сумку и вот так вот все скинул скинул вот так вот сумку я брал все газеты что нам приходили у соседей и так далее я вот так вот их собирал резал из них бабки вот так вот собирал огромную кучу бабок и вот так вот бабки еще собирал я очень Вот я играл в «Грабителя» и «Бомжа» Я просто снимался в роли «Бомжа» у Дмитрия Шилова на канале Ну, «Кровосток» хорошая группа, конечно Мне просили, заплатили бабок, и я спел им припев под «Нянство Парадайз» Типа, там было про МММ На бока зависай, вот такой у нас бомжиный рай Стыдный пиздец, но я тогда получил столько денег, сколько не получал Типа, месячную получку я тогда получил, как бы мне было нормально За получку? Подожди, давай лишний раз Вас дай, вас еще ждет Я никогда не был участником группы, из которой в самом начале ушел один участник Саша Слайд, Саша Слайд, привет тебе большой Игорь Царегородцев, привет тебе большой, ты сделал отличный выбор Сейчас ты снимаешься на сериалах на ТНТ, я могу увидеть тебя в кинотеатрах И я за тебя, только могу порадоваться, ты самый лучший, давай встречаться И спасибо тебе большое за предоставленную информацию про Марата Короче, успешная группа, это проект, в котором было сначала три человека Я, Саша Силайдс и Саша Подовинников, с которым мы очень хорошо общались, учились в одном технаре И как только успешная группа заимела миллионы просмотров и перспективы, Саша просто ушел Следующий вопрос Я никогда не был в отделении полиции Да, блядь Че, начнешь? Есть интересность? Я не мусорнулся Ладно Короче, как-то раз я выхожу из школы И ко мне подлетает куча пацанов, бритых на лосо И говорят, погнали, блядь Все, пиздец тебе Вот, мы заходим за бараки У нас рядом со школой были бараки Четвертая гимназия имени Пушкина С правой стороны Если выходить с главного входа Спасибо И значит, меня заводят за бараки И говорят, так и так Ты, короче, этому чуваку Нашему младшему Посмел дать поджопник Показывай мне чувака, которого я первый раз вижу Там, короче, у нас учился в школе цыган один Вот, говорит, ты нашему цыгану типа поджопник А ты, он из четвертого класса, там, пятого, я не знаю Ты из седьмого Че за хуйня Ну или из восьмого Он был младше меня Я говорю, чуваки, никогда такого не было Он говорит, ну все, пиздец, как не было Вот он тебе говорит сейчас То, что это ты Показывает на тебя пальцем, все Он тебя знает Я такой, блядь, чуваки, вы че издеваетесь? Я, короче, звоню Куцу Он был с этими пацанами в группировке Ну, все были в группировках И это я говорю, Игорян, давай, короче, тут твои пацаны на меня гонят, короче И мы стоим два часа разбираемся А у нас, как бы, такие правила, что Ну, если ты не прав, то, в принципе, либо вы встаете в круг и пиздитесь Либо тебе просто выписывают штраф, там, несколько раз по ебальнику В зависимости от твоего типа вины И ты просто их смирно получаешь и идешь домой, короче И вот они говорят, ну ты будешь столько-то, столько-то сейчас получать за эту хуйню Я говорю, да нихуя я не буду получать, потому что я вот здесь вообще не виноват Вот, а пацаны гораздо старше нас, они опаснее, все дела И я сейчас говорю это уверенным голосом, тогда это совершенно не так звучало Вот, все это было типа Ну, ребят, 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 что происходит Я ж просто... Игорь приходит, говорит, чуваки, это, типа, мой близкий Все дела, он здесь вообще никак не виноват Это совершенно другая ситуация Надо развести все такие ебаные в рот Вот, мы здесь собрали 30 человек, чтобы ты пришел Сейчас ты сказал, что это все не так И мы, типа, разошлись Вот, Игорь со всеми разговаривает Они еще старше его, короче Вот, он всех уговаривает, говорит, чуваки Такого быть не должно Все, давайте делаем расход И все, мы примем к сведению ваши слова Этого чувака никто больше не обидит Он все, он под нашей опекой Он говорит, все окей Я выхожу, ну, я весь трясусь, потому что я уже Ну, это стрессовая ситуация Там, там трястись, там ты не трясся наверняка Когда вышел трясся, да? Ну, да, 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 вот я выхожу И я такой, ну, мы с Игорем идем, разговариваем Он говорит, блядь, что это вообще за хуйня было? Я говорю, я не знаю, я просто потерял два часа жизни Мы идем к нему домой, он там рядом со школой жил И я иду, останавливаюсь, говорю, блядь Он такой, что, Игорь, я тут одну хуйню вспомнил Мы, короче, стояли в буфете С Жекой Я смотрю, какой-то пиздюк Я ему раз под жопник шрепнул Мне стало так стыдно просто Итак, следующий вопрос Я никогда не вписывался за друга в драке по дурацкому поводу вообще Саня Телекс бифится опять же с кем-то в интернете Это уже за год до создания, это одиннадцатый год уже Мы уже, наверное, примерно совершеннолетние Саша с кем-то побифился Я вступился И мы едем навстречу к этому типу Но Звоним знакомым кавказцам И такие, там пиздец, там на нас гонят Там рамс вообще какой-то невероятный Давайте приедем и разрулим вместе вопрос Мы приезжаем, я, Телекс и толпа кавказцев И к нам выходит один чувак Один Мы с Сашей переглядываемся И пиздят всех Блять, ой Мы смотрим на толпу кавказцев, которые к нам приехали Мы их не знаем, мы позвонили одному, который привел каких-то типов И они нам говорят, ну пиздитесь А мы не хотим Но на нас давят На нас давят, но мы не хотим Мы такие, блядь, что мы наделали? Ай, что? И вместо, и там был чувак Ты не смотришь это наверняка Он был старше нас сильно Мы могли бы поговорить нормально Но мы уже Но нам там так сильно угрожали Что нам, у нас ебальники полетят в клочья Что мы позвали пацанов И пацаны, которые сзади нас Они большую угрозу уже представляют не для него, а для нас Что вы нас понимаете? Давайте, вперед И это уже пиздец Начинается самая нелепая драка в моей жизни Саня подходит Когда вы не хотите никого обидеть, да? Ну, уже приходится, типа И там конфликт, вы че, а ты че, а ты че, а ты куда, а ты че, а ты не прав, а ты не прав И Саня подходит, а Саня всегда окрепыш С тех пор у нас появилось золотое правило, о котором я скажу в конце истории Саня подходит и начинает драться Я стою в стороне Саню начинают переворачивать И пиздить И тут настаёт мой звёздный час С тех пор у нас появилось правило Саня пиздит, Эльдар допинывает Саня пиздит Я подлетаю и говорю, ты че, ахуел что ли? И просто всю свою А я не конфликтный человек, но иногда может произойти так, что Кто-то меня дрочит, выбешивает И всю свою злость я направляю на него Я прям натуре пекинез Типа реально Я вот ёбаный пекинез Я просто подлетаю, начинаю охуярить И просто изо всех сил Он слазит, мы такие, че, доволен? И мы понимаем, как нам в этот момент не комфортно Что мы не правы Что мы не правы, что это можно было Это была последняя драка, наверное, в моей жизни То есть вы вдвоём одного человека пиздили? Да Угу На нас надавили, типа Все мы встаем, такие Все, бл**ь, понятно Мы уезжаем с Саней, такие Чувак, нахуя мы позвали кавказцев, че за пиздец Мы же могли нормально, это же был нормальный чувак Который просто вышел с нами, бл**ь, поговорить Просто они нам угрожали Они нам угрожали в интернете и нам было страшно Мы едем такие пиздец. Через два дня мне звонок. Нужно пять тысяч рублей пацанам дать, которые приехали и постояли сзади вас. Пять тысяч рублей! Какой год? Одиннадцатый день. Через день звонок. Здравствуйте, безопасность Сбербанка. Меня трясет. Скажите, пожалуйста, свой номер сзади карты. Меня трясет, потому что я в душе не знаю, где достать где достать чуть ли не четверть зарплаты моего отца. Я такой... У отца? Я просто думаю, бля... И это последний мой вот такой именно конфликт, который... Так вы заплатили? Да, конечно, я... Мы по сусекам скрипали. Пять тысяч рублей на тот момент. Столько из охранников только Азиз получает. Следующее. Я никогда не... За последнюю неделю я ни разу не обсирался. Ах ты, кидарас! Короче... Помнишь, когда мы поехали с тобой в кайф? Ты кайфанул по новому? За кадром сидят все свидетели этого инцидента. Мы с тобой намешали разного алкоголя. А, последний раз? Я еще до этого пил какой-то другой алкоголь. Мы в кайфе пели другой. Я помню, что я писал, какое у меня жесточайшее было похмелье. Короче, на следующий день я возвращаюсь в кайф для того, чтобы мы там с пацанами сняли вот эту рубрику общения с подписчиками, типа, со Славой Мерлом. Мы общаемся, сидим, как бы я похмеляюсь, ем остренький, том-ям, чтобы привести себя в чувства. И все. Мы с пацанами заканчиваем съемку и думаем, пойдемте-ка прогуляемся по центру Москвы. И оба на жизнь. А пацаны знают мою любовь к тому, что к пердению. Я обожаю пердеть, да так, чтобы все знали, кто здесь как бы пернул. И я такой, пацаны, пацаны, пацаны. И я обосрался. Сука, это все. Не знаю, это же это был. На мне белые трусы Версачи. Из клипа Фараденза. Я такой, я такой, я такой, я зажимаю задницу, и такой, ой, мы идем, и я понимаю, что, ну, и через минуту, пока мы идем, мы общаемся на вечные приземленные темы, как бы, что как делать. Я понимаю, что, ну, пора признаться. Я говорю, пацаны, я обосрался. Пацаны, я создал новый. А чтобы ты понимал, ты идешь по этой большой Дмитровской, мы ее прошли, и в тот момент, когда я признаюсь, что я обосрался, мы сворачиваем в другую сторону, где нет ни одного кафе. И первое, что нам попадать, это такая Госдума. Я говорю, пацаны, я обосрался, блядь, что делать? И Олег говорит, ой, а ты чувствуешь фантомное говно у себя на ногах, типа, которого, возможно, нет, но ты чувствуешь, что она есть. Я такой, блядь, зачем ты это сказал? Теперь да! И мне пацаны закидывают, иди зайти, посрать в Госдуму. Я такой, блядь, да это же моя мечта. Просто насрать туда. Мы подходим к воротам, а там нельзя зайти, как оказалось, простым смертным. Нельзя, и мы идем дальше. Я сжимаю очко, но мы идем, общаемся, все смеются с того, что я обкакался в 26 лет, блядь. И такой, сейчас мы завернем за угол, там точно есть кафе. Мы заворачиваем, там, блядь, магазин Боска. Блядь, ну, 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 не умеет. Ой, уже на манекену насрали. А, самый пиздец, вы помните, как ко мне подходили фоткаться? Блядь! Блядь! Если честно, вообще про это забыл. Я просто вспоминаю зашкварную историю Ильича, самую первую, про то, как он обосрался, к нему подходили люди. А я, а я, а я, а я, а я такой, можно назвать, когда я говорю, бронни сейчас, я обосрался. Типа, я прям, ну, то есть, для человека, который только впервые в жизни меня встретил, это звучит как, вот уебан, зазнавшийся, слился. А я, ребята, я в натуре, я вам, я, блядь, честен с вами. Я, людям, ко мне, ну, несколько человек подходили, пока мы, и пока я, с говном в штанах был, я вот, подчеркну говорил, не сейчас, я обосрался, и мы идем дальше. И они такие, так вот, ребята, я в натуре обосрался, я не врал вам, простите, в следующий раз, подходите сфоткаться, я сфоткаюсь. Но тогда, я правда, обкакался. Эльдар обосрался. Ой, сука. Обосрался. Пиздец. Обосрался. Чисто беспаленный Марат. Слышали, да? Обосрался. Обосрался. Эльдар, не переживай. Да нет, мне охуенно. Ну я, нет, конечно. Все, все, все. Ты, ты ни разу не обкакивался? Да нет, конечно. Тем более, ну может, хоть обоссался разочек. Ну конечно, конечно. Я потому, что разочек, да, обоссался. Думай. Я никогда ни о чем не жалел. Поиграем в душнил и не выпьем. Ладно, давай выпьем. Конечно, жалел. Блин, надо было доллар покупать тогда, в 2008. Биткоин, блядь, братан, биткоин. Короче, я придерживаюсь концепции, как и ты, в процессе разговора с тобой я понял, что ты человек, который ищет по всем плюсы. И это большой дар. Почему я это с течением времени только воспринимаю? Да. Конечно, когда это происходит, ты воспринимаешь, как это самую большую проблему на земле. Как будто все, она нерешаемая, с ней ничего не сделать. Хотя все вокруг, знаешь что, вот короче, полезная штука, вот если кому-то пригодится, кто еще не знает, попробуйте воспринять все проблемы, что с вами происходит в парадигме того, что это целый год. Будет ли волновать это вас через год, допустим, да. И действительно, это может кому-то помочь. Просто попробуйте, да, если... Это, наверное, самый низменный с точки зрения самоосознания вопрос, но очень важный. типа, а важно, будет ли меня это тревожить через неделю, месяц, год, да. Это важный вопрос. Мне почему... Я почему-то никогда не говорю об этом в медиапространстве, потому что мне кажется, что каждый человек как будто... Это знает. Это знает. Но на самом деле... Но на самом деле нет. Но знаешь, мы же сегодня говорили, что нужен человек, который просто истинный еще раз нам еще раз продиктует. Мы поэтому здесь и сидим и вытаскиваем самым банальным вопросом. У нас же все равно с тобой, как ни крути, нет никаких новых мыслей. Это все, это все квиндэссенция того, что мы когда-то с тобой смотрели, видели, слышали от других людей. Мы просто это... свалили в свой общий супчик и, короче, ребята, ну покушайте, попробуйте, может понравится. Я никогда не видел, чтобы кто-то срал в ванну. Он знает, блядь, о чем я. С Новым Годом. История на минут пять. Это был мой день рождения. Мне исполняется 14 лет. А, не, 15, ну или 16, ну не важно, короче. Ну, в общем, я взрослый пацан уже, знаете, с бизнесом, все дела. Вот. И, значит, мы собираемся на квартире, денег, естественно, нет. И я снял квартиру у своего одноклассника за 900 рублей за сутки. Вот. Мы решили, что бизнес должен работать как в его семье, так и в нашей. Поэтому я собрал всех своих людей. Мы собрались его в однокомнатной квартире, она была суперсратой. И, значит, и уже в 10 часов мы все напились водки и были пьяные. И я, когда ходил в магазин, я встал посередине трассы, кидал, вот, кидал кусочки пиццы в такси, вот так, проезжающие тачки. потом мы пришли в наш двор, я взял камень, кинул в тачку, которая стояла возле подъезда. Я до сих пор не могу объяснить эту логику, нахуя я это сделал. И, в общем, мы залетаем домой и вот Игорь, как раз мой кореш, у него была тренировка, он пожарник, и он приходит в 11 часов с тренировки, а я все, я сплю уже. Он мне просто вот так вот белую руку жмет, говорит, Марат, с днем рождения. Я такой, хорошо. И когда они меня несли блевать, они меня уронили затылком от пол. С тех пор я такой. И после этого я проснулся, да, мне стало чуть получше, и я начал смотреть на все, что происходит вокруг. И начал вспоминать, короче, мы, во-первых, с чуваком, там у меня был один парень дзюдоист, и мы такие, ну, давай поборемся. Почему бы нет? Мы начали с ним бороться, сломали кровать, зеркало, и я ему сделал удушающий прием, и он упал между стеной и кроватью. И, ну, он такой достаточно тяжелый человек, поэтому мы его решили... Тяжелый в плане веса или характера? В плане веса. Вот. И мы его решили оставить, в принципе, там между кроватью и стеной. Вот. А в это время мы еще там что-то покидались посудой, и так мы и закончили наш вечер. Разбили полсервиза. В общем, и тут мы ложимся спать, и с нами был один молодой человек, который выглядел один в один как АК-47. Вот. Он был, ну, примерно, такого же роста. Это был не я, если что. Примерно, такой же рост выглядел так же, такие же татуировки. Вот. И я его вообще не знал, но он попал ко мне на день рождения, и я считаю, что не зря, потому что он родил эту историю. В общем, и мы, значит, ложимся спать, все спим, и тут начинает кто-то кашлять за кроватью. Вот. Мы такие, ну, ладно, поспим дальше. И тут начинается что-то невообразимое. Он начинает кашлять и плакать одновременно. Мы его решаем достать все-таки оттуда. Мы его кладем на диван, вот, и ему становится хуевенько. Вот. Он начинает плакать и спрашивает, где его цепочка. Говорим, ты цепочку потерял несколько месяцев назад? Даю ему очки, он начинает молиться на очки и понимает, что человеку плохо. Все это время я ухожу, допустим, в туалет, беру там бумагу. Молиться? Молиться, да. И мы начинаем вызывать скорую, потому что все, чуваку, чуваку поплохело. Вызываем скорую, ждем ее, я смотрю на квартиру, там везде лежат бычки, разбитая посуда, в раковине заварен Роллтон. И, и, короче, и вот приезжает скорая, вот, я иду в ванную и там сидит вот человек, который на АК-47 похож, Карась его звали. Вот. И я говорю, Карась, чё делаешь а он сидится с пущенными штанами на ванной карась ты чё делаешь точнее я им говорю карась ты чё блять делаешь вот он говорит это это я оставил как бы особо без комментариев потому что у меня были другие заботы я пошел там поставили детоксикоз короче какой-то там дали таблеток вот и значит утром мы просыпаемся все все проснулись улыбнулись значит а этого а карася нет мы спрашиваем а где карась да он обоссался и домой пошел вот и поэтому я считаю что карась был самый ценный гость который сначала насрал ванну как говно пропало вот и это наталкивает на мысли в общем он обосрал ванну и обоссался и пошел домой а я его даже не знал а мораль такая есть герои а ты даже не знаешь их имен все будьте здоровы друзья а это был наш подкаст марат тогда это замечательнейший гость ой и я думаю что мы обязательно с тобой встретимся в рамках этого подкаста еще и возможно не один раз если мой подкаст будет живите зовите ты прекрасно это мой первый подкаст кстати я думал что это всегда не для меня это абсолютно для тебя это абсолютно для тебя ты это охуенный еще раз скажу что я рад за то что с тобой происходит сейчас а я рад что мы познакомились это чудо нет это не чудо это причинно-следственная связь мы обязательно бы с тобой познакомились от души целую тебя всю твою команду за за камерой ребята немало человек честно говоря свои свои эмоции скажу это было действительно весело не знаю как уж вам там будет мы записывали подкаст около четырех суток ребята скинутся за месяц за квартиру потому что четыре дня здесь прожили вот да да карась кинется короче ребят спасибо большое что позвали мне было очень весело что пришел бро давай обнимемся давайте давай расскажем в начале следующего года мы выпустим замечательнейший трек да под названием вот поймете вы это или нет это ваши проблемы идите на я маргин штерн прошлом выпуске я попросил вас придумать название для моего подкаста и вы накидали около 20000 комментариев настало время выбрать самые прикольные из них ну и в конце объявить победителя процентов 90 от ваших названий конечно же были связаны с моим ростом и диабетом спасибо я очень рад что у меня такая креативная аудитория нет но я выбрал два самых лучших варианта на эту тему на тему сахарного диабета сахарный диалект странно а на тему роста подкастик вот это хорошо а вот этот вот в гостях у карлика это что вообще такое а про рост еще было прикольно низкие частоты неплохо неплохо с элом по делу джо рахов подкасты да хорошо джо роган респект украл у меня кстати идею делать подкасты пов ты на подкасте денис это ты придумал да тик ток привет эльдо радио неплохо правда такое радио кажется есть вот такое название подкаста дениса пошел нахуй типа прикольное название слава мерлоу пошел нахуй комплексы загоны музыка джорашкина контора есть такой вариант подудим как только допишем этот подкаст обязательно сейчас пока интеллектуал очка и очка выделено вот так вот ах ты щищ контроль 6 олег ширяков стоит сейчас за кадром придумал шикарнейшее название во первых это поп из дейли популярная ежедневно это просто поп из дейли класс еще у него был вариант зацепились языками торнадо и какой еще рот в рот есть такой еще вариант но звезды сошлись идеально попердима главным тоже неплохо в моем сердечке здесь спасибо большое что поучаствовали мы с огромным удовольствием многие из этих комментов читали могли конечно что-то пропустить а сейчас время объявить название нашего подкаста я тут подумал что лучший бренд это твоя фамилия и меня натолкнул на это название нашего первого подкаста подкаст жарахова номер один идеальное название подкаст жарахова номер один каждый выпуск будет так теперь называться так что получается 30 тысяч поиграл я но для того чтобы все было честно я решил что мы сейчас выберем три самые прикольные варианты и подарим им по 10 тысяч рублей я думаю это будет честно вот мои фавориты ребята мы с вами свяжемся и подарим по 10 тысяч рублей олег поп из дейли и торнадо это отлично я думаю что честно будет наградить человека из нашей команды за просто разъеб что за название все спасибо большое что смотрели увидимся с вами через неделю и да кого бы вы хотели видеть в этом подкасте я всех знаю всех могу позвать